всем добрый вечер буквально еще пару минут подождем опоздавших и начнем сегодняшний мастер-класс просьба когда я говорю микрофончики выключать чтобы не было лишних звуков вот когда можно будет я скажу когда будет сессия вопрос-ответ либо я буду вас обратно связь просить тогда сможете включить микрофон и там поговорить итак сегодня мы поговорим про итоги 2020 года и я поделюсь своим опытом этого года что получилось что не получилось поделюсь практическими моментами до которые можно применить в бизнесе и в рекламе в маркетинге вот и будут делиться конкретно только своей практикой то есть тем что конкретно вот у меня случилось я не претендую на истину последней станции я не говорю что так то только так нужно делать да вот просто мой опыт опять же вот с чего начнем ну как я обещал вот прям по плану буду двигаться то что я вам анонсировал какие услуги сейчас в тренде да возможно вы уже в курсе что последние два года я занимался у меня свое агентство да то есть я занимался активно привлечением клиентов работой в агентстве там пытался вывести это агентство на нормальные обороты на постоянную там клиентуру на деньги вот и какие инсайты я получил с этих двух лет до первый главный инсайд то что на маркетинге не заработаешь больших денег причем об этом пишу уже не только я но и другие специалисты за которым я слежу в том числе и вот у кого недавно брал интервью так ребят кто присоединяется микрофона вырубайте пожалуйста мне в уши ваши там эти дети не плакали там и лишние звуки не сыпались вот соответственно на маркетинге больших денег не заработаешь да то есть маржинальность рекламного агентства супер низкая то есть если прямо делал все по уму если там брать офис если брать нанимать сотрудников если стараться значит разрабатывать процессы пишут гетельман зарабатывать большие деньги а ты спросил гетельмана на чем зарабатывать он зарабатывает большие деньги на инфобизнесе либо на маркетинге и скорее всего гетельман тебе ответить что большие деньги он тебе зарабатывает на мастер-майде, который у него стоит сотка, и на инфобизнесе. Я знаю, потому что информация и от Акселя, и от других людей. И начал он зарабатывать большие деньги только когда занялся инфобизнесом. Так что в пиздуке Талимана, и маркетинг в том числе. Соответственно, на маркетинге деньги не заработаешь. Примите это как факт. Если хотите зарабатывать миллион, два, три, это точно не маркетинг. Но не все так плохо. Потому что когда я лежал в больнице с коронавирусом, возможно, вы видели, если следите за мной в Инстаграме, у меня произошло такое большое переосмысление того, что я делаю, того, как это можно делать. И я просто понял, что последние два года я занимался какой-то херней. Херней в каком плане? То, что есть у меня большой потенциал, есть знания, есть амбиции, но я это все разбазаривал не на тех людей, то есть не на тех клиентов, и не так, как должно было быть. То есть вот сейчас у меня понимание пришло, как это можно делать. И я сегодня с вами этим поделюсь. Значит, по поводу услуг, какие можно сейчас услуги продавать, чтобы зарабатывать, ну, плюс-минус нормальные деньги. Сейчас то, что я вижу, за что люди готовы платить деньги, это за выстраивание каких-то готовых процессов. То есть это за выстраивание отдела маркетинга, выстраивание отдела продаж, выстраивание воронок, то есть какой-то процесс, аналитика, настройка аналитики, там, не знаю, что еще может быть. То есть это как какие-то, ну, именно процессные вещи, большие, не разовые какие-то, да, типа там настроить рекламу, там, не знаю, сделать сайт и так далее. На этих вещах деньги не заработаешь. Большие деньги именно на процессные, да, это первый момент. Второй момент, что я заметил, на чем еще можно зарабатывать деньги, это на комплексных услугах. Да, то есть не просто сделать сайт, да, там, или там, не знаю, там, ребят, блядь, выключайте звук, пожалуйста, мне очень мешает, когда 10 человек в уши что-то говорят. Комплексные услуги какие-то, да, то есть не просто сайт продавать, а продавать комплексную переупаковку. То есть это сайт, фирменный стиль, идентика, логотип, там, слоган, макеты для социальных сетей, там, видеоролики, баннеры, креативы для рекламы. Вот, то есть комплексно подходите, к процессу. Что еще? Где еще можно деньги нормальные плюс-минус заработать? В партнерстве с предпринимателями, но партнерство случается очень редко, и очень редко оно срабатывает. Можно заключать, договора, каким образом. То есть не просто настраивать рекламу, да, там, скажем, типа там вот за 30, за 50 тысяч рублей, вот вы там взяли, настроили рекламу там какому-то предпринимателю, а БРЭД-процент с бюджета, да, то есть как бы вот условно одно дело за 30 тысяч рублей открутить 100 тысяч рублей бюджета, другое дело за те же самые 30 тысяч рублей открутить миллион рублей бюджета, да, вот кто с большими бюджетами работал, он не поймут, что это как бы геморрой большой. Соответственно, как делают некоторые агентства? Некоторые агентства, они берут процент от открученного бюджета. То есть 20% от бюджета, который вам дают клиенты, вы в договоре прописываете, что вы забираете себе за работу. А какой еще лайфхак есть? Опять же, я в этом году его начал внедрять. Это когда вы договариваетесь с клиентом на то, что есть фиксовая и флексовая часть. То есть есть константная часть и динамическая часть оплаты. Поясняю. Условно, вы берете на какой-то объем работы клиента. Сейчас каждый будет добавляться, и каждому нужно будет лично говорить, чтобы отключали микрофон. Вот, соответственно, есть мьют. Блядь, мьют уже. Мьют, говорю мьют, да. Есть константная часть. Это когда вы говорите клиенту, что это невозвращаемый фикс. Предположим, вы там делаете воронку. И у вас там 5-10 подрядчиков. Себестоимость этой работы для вас 100 тысяч рублей. И чтобы хотя бы в ноль выйти, вы говорите клиенту, смотри клиент, 100-150 тысяч – это невозвращаемый транш. То есть ты мне платишь 150 тысяч, все, как бы оно ни пошло, будут продажи, не будут продажи, будут работать, не будет. Не важно. Эти 150 тысяч идут на время моей команды. Потому что одно дело, я, скажем, не заработаю. Другое дело, люди, которые на зарплате сидят, которые проектно работают, они должны получить свои деньги. И ты в договоре это прописываешь. То есть ты прописываешь то, что есть условно объем работ, за который клиент в любом случае платит. И что бы там ни произошло, они невозвращаемы. И есть флексовая часть, которая привязывается к результату. КПА, который вы с клиентом на берегу обговариваете. Предположим, это количество заявок, стоимость этих заявок, количество переходов на сайт, количество продаж, средний чек, конверсия сайта, конверсия вебинара. Как договоритесь, короче. Как я говорю, как допиздитесь. Вот этот флекс, он, естественно, выплачивается, когда есть результат. При этом можно сделать гадуированную шкалу результата. То есть, предположим, минимальный результат, который клиенту необходим, это, скажем, 10 продаж по 10 тысяч рублей. Ну, предположим, условно. Это берете за 100%. Соответственно, если вы выполняете этот план 100%, вам еще 100 тысяч сверху клиент доплачивает, предположим. Если 50% от этого плана выполняете, то 50% от 100 тысяч, то есть 50 тысяч. Если перевыполняете план, то, предположим, 200 тысяч. Если перевыполняете план, при этом тратите меньше рекламного бюджета, то еще больше денег. То есть, вот так вот все распишите. И получается, что в любом случае, если вы поработали хорошо, вам будет мотивация. Не так, что, типа, плохо вы поработали хорошо, клиент вам одну и ту же сумму денег платит. То есть, всегда должно быть вин-вин и с вашей стороны, и со стороны клиента. То есть, если клиент свою жопу защитил тем, что, типа, вот если у него нет продаж, то он вам не доплачивает 50%, то вы-то тоже свою жопу должны защитить. А как правило бывает, да? То есть, вот чаще всего бывает так, что клиент свою жопу умеет защитить, а вы свою жопу подставляете, наоборот, да? И что бы ни случилось, вы там раком встаете и все переделываете по 100 раз, да? Вот у меня вот не один раз такое было, и так делать не надо. То есть, ну, так далеко вы не уедете, если вот каждый раз будете жопу клиенту подставлять. Поэтому я вам всем советую, да, инсайд 2020 года, не потому что у меня судебное разбирательство полтора года идет, как бы хер с ним, как бы. Просто, в принципе, я считаю, что любому предпринимателю, неважно, вы, ИПшник, там, блядь, на себя работаете, нужен юрист. Это нормальный юрист, который будет составлять договора под каждого вашего клиента. Вы можете сказать, Макс, да мне это не коснется, у меня все будет нормально, хер там. Вас каждого это коснется. Просто не все идут в суд и не все разбираться идут. То есть, либо там, ну, 90% просто деньги возвращают, да, клиенту там, половину, всю, неважно. Другие просто не хотят разбираться. Но каждого из вас это коснется, потому что мы работаем, ну, маркетологи, если мы сегодня про маркетинг говорим, мы работаем в очень сложной сфере маркетинга, где хер пойми, как посчитать результат в большинстве случаев. И у клиентов, как правило, завышено ожидание. Они думают, что маркетологи, это, знаете, это как, блядь, Баба Ванга, знаете ли, как это, блядь, Гарри Поттер, который пришел в бизнес, блядь, палочкой помахал все, и все, блядь, расцвело, и все цветет и пахнет. Но это же не так, понимаете. Поэтому примите как факт, что в России молодой рынок, предприниматели ни хера не понимают, что такое маркетинг. Вот, не понимают вообще от слова совсем. И вы ему не объясните за одну-две встречи, что такое маркетинг и что вы там делаете, и почему вы должны за свою работу получить 150 тысяч. Он может покивать головой, сказать, да, я понимаю, там, парсинг нужно сделать, анализ целевой аудитории, блядь, сайт туда-сюда, до хера работы, все, блядь. А как только дело дойдет до дела и не будет результата, на хую он вас вертел. Потому что для него это будет просто слив бабла. При этом очень забавно, что для предпринимателей экономические услуги, юридические услуги, это нормально, медицинские услуги, нормально. А вот, блядь, услуги маркетолога, это вот, если сработал маркетолог хорошо, слава богу, деньги ты свои получаешь. Если нет, все, пиздец, как бы ты меня обманул. И не знаю, как у вас, но я работал с более чем 100 проектами. Каждый раз такое, знаешь, вот когда все нормально, все, ты Макс красавчик. Как только что-то не так пошло, Макс мошенник, да. И как бы ты ни объяснял клиенту, что есть блокировки аккаунтов в Фейсбуке, были выборы в США, которые повлияли на то, что там блокировки и возрос, там, ценник, там, стоимость CPM и клика в рекламе. Новый год, да, то есть тоже, как бы, ну, аукцион подрос. То есть вот эти все моменты клиенту хер объяснишь. Он говорит, блядь, я тебе дал 50 тысяч, вот давай мне результат, понимаете. Поэтому инсайт для вас, самый важный сегодня, это наймите себе в штат юриста, адекватного юриста, который разбирается в услугах в том, как правильно составлять договора, да. То есть как это все там по уму сделать, чтобы до вас не доебались просто. И при этом, когда клиент не хочет подписывать договор, для вас это должен быть звоночек. Потому что если клиент не хочет с вами подписывать договор, значит, он хочет вас, ну, мягко говоря, наебать. Да, простите за мой французский мат, буду говорить как есть, ну, я думаю, что все здесь свои, как бы, привыкли уже к моему стилю общения. Вот, то есть если клиент не хочет с вами подписывать договор, значит, он хочет вас наебать или кинуть. Да, это вам звоночек, первый, потому что это клиент, если не хочет договор подписать. Это странно, странно, потому что вы, по сути, хотите официально подтвердить ваше взаимоотношение с клиентом, это нормально. на берегу обязательно договоритесь это плюс вам в карму и плюс вам с точки зрения того что покажет что вы серьезный чувак обговорите хуёвый вариант развития событий это нормально это даже хорошо это покажет вас наилучшей позиции что вы как бы готовы то есть вы вы не то что типа там супер не уверены в результате типа и там не знаю там боитесь нет это наоборот покажет вашу силу это покажет то что вы признаете что может быть негативный исход событий и вы хотите обговорить а как мы будем выходить ну как бы из нашего взаимодействия если вот ни хера не получится но вот не будет заявок вот не будет продаж вот как мы с вами тогда будем расходиться там сколько денег мы вам должны вернуть там как мы будем там подписывать договор там акты там что мы даже вам передать надо делать переделать сколько итерации должно быть каком в какие какие сроки мы должны все это все это обговорите потому что у меня за 2020 год был клиент который мы сайт переделывали сука год вот год переделывали клиентки сайт пиздец год представьте сколько времени денег ушло на то чтобы сука год и переделывать сайт год ну просто осознайте год блять там пять дизайнеров сменилось год это потому что мы не подписали договор год еще раз год понимаете это не единственный случай за вот всю мою двухлетнюю трехлетнюю практику агентства пиздецовый до который у меня случилось я думаю вас тоже такие случаи есть вот чтобы такого не происходило все на берегу обговаривайте если вдруг не понравится то как вы сделали сайт обговорите смотрите скажите клиент там за можем ольга зовут ее до ольга смотри вот мы тебе сделаем сайт да вот мы профессионалы свое дело мы там крутые дизайнеры а вдруг наш вкус не сходится с твоим вкусом да вот что будем делать а так оно и произошло мы сделали классный сайт и клиентка говорит сайт херня вот этот сайт хороший кидает нам сайт привет 2000 и как бы вот тут мы стоим как бы на распутя то есть мы либо делаем есть сайт привет двухтысячные которые нихрена даже не засунешь в этот в портфолио нормально прошли жопа полно реально то есть мы либо угождаем клиентки либо как бы делаем то есть мы как профессионал должны как бы показать нормальный сайт. И все, и мы как бы стоим на распути. А если мы в договоре это указали, скажем, количество правок, максимум три, предположим, то, что, как вот у Лебедева, говорят, либо мы делаем как мы считаем нужным, либо там каждая ваша правка плюс 100 тысяч рублей. То есть вот это все нужно обговаривать. Дальше. Как зарабатывать, там второй момент, который я хотел сегодня поговорить, как зарабатывать 150-300 на услугах. Вот тут вроде есть возможность сделать опрос. Сейчас я попробую сделать, если получится. А как этот опрос делать? Давайте в чате напишите. Вот можете в чате написать циферку 1, кто зарабатывает меньше 150 тысяч на своих услугах. И циферку 2, кто зарабатывает больше 150 тысяч на своих услугах. Вот так давайте сделаем. Так, ну, единичек больше, конечно. Окей, ну, будет супер вам полезно. Смотрите, я, естественно, не сразу пришел к чекам 150, 300, 500 и миллион. То есть, ну, я к этому шел ни один, ни два, даже не три года. И что я понял, пройдя вот этот путь, от там 10-20 тысяч рублей, там, за услуги, до 150, 300, 500 тысяч. Я понял, что большой разницы в том, что я делаю, вообще нету. Как бы это странно ни звучало, вот то, что я делал за 10-20 тысяч рублей, я делаю то же самое сейчас и за 150-300, может, даже меньше. А что поменялось? Я это называю контекст. Да? Простой вам пример. Вот я вчера созванивался с Егором, он у меня наставничество взял, я ему приводил такой пример, пример с бутылкой воды. Вот сколько бутылка воды может стоить? Ну, там, 30-50 рублей, да? А если бутылка воды в Сахаре, и вы не пили неделю, сколько такая бутылка воды для вас может стоить? Уже не 50 рублей, понимаете? Другой пример. Может быть, вы видели, опять же, там, мне на больнице повезло, я вот две недели назад мне делали операцию. Да, вот я лежал в городской больнице, номер 13 в Москве, мне вырезали желчный пузырь. И, ну, то есть, я лежал там 3-5 дней в больнице, там были медсестры, мне делали капельницы, уколы, мне сделали две операции под общим наркозом, таблетки прописывали, там, всякие там эти перевязки. То есть, куча людей со мной взаимодействовала. Но на лапу дал я только главному врачу. То есть, я дал главному врачу, чтобы он проследил, чтобы все было нормально. При этом он операцию уже сам не делал, он просто присутствовал в операционной и следил за тем, чтобы все было нормально. А вокруг меня человек 10 крутилось, там, кто-то со скальпингом, еще что-то, то есть, со шлангом, там, блядь, то есть 10 человек какой к меня крутилось-вертелось, которые руками делают. Но я-то им на лапу не дал, я дал на лапу главврачу. Вот вопрос. Да, можете голосом проговорить, можете в комментариях написать, почему я не дал на лапу медсестрам, там, которые мне капельницы ставили, там, чуваку, которого мне, там, блядь, шланг в рот засовывал, там, не знаю, который мне надрезы, блядь, делал, да, вот там, который мне швы там вот эти, там, блядь, делал, понимаете, почему я им деньги не дал? Почему я дал деньги главврачу? Это вопрос. Вроде бы же они руками делают, они же больше пользы приносят. Подумайте, вот можете голосом проговорить, вот подумайте, вот такой вот вам вопрос, который напрямую связан как раз-таки с тем, как зарабатывать больше. Потому что он за все отвечает. Так. Все вопросы, конечно, все это все равно будут к нему, а не к персоналу. Конечно, это первый момент, да. Ответственность. Что еще? Подумайте. Доверие. Фактор доверия. У меня доверия главврачу уже больше, чем в медсестре, правильно? К опыту. То есть доверие к опыту, к профессионализму. То есть это, по сути, личный бренд. То есть уровень ответственности и уровень личного бренда. Что еще? Компетенции. Квалификации. Да, да. Вот у кого инсайт? Вот с этого примера. Вот по сути, вы же все ремесленники. Да, вот кто меньше 150 тысяч зарабатывает, вы все ремесленники, которые делают руками. Это как в больнице. Кто-то капельницы ставит, кто-то жопу подтирают, кто-то перевязки делает, кто-то уколы в задницу ставит, кто-то надрезы делает, кто-то шланг в рот засовывает. Вы все ремесленники. И вы все зарабатываете, условно, вот там, ну, до 150 тысяч рублей. А есть главврач, сука, который, блядь, на лапу берет, понимаете? Можно ответить, Максим? Да, да. Максим, а ты когда давал главврачу на лапу, ты думал о том, что он поделится с нижестоящим, с врачом, который от тебя резал? Смотри, конечно, но это меня же не волнует. Я понимаю, что не волнует, а ты был уверен в том, что ты отблагодарил весь коллектив в лице главврача, а он отстроил процессы. Правильно. Я об этом вообще не думал. Мне посоветовали главврачам, искали, вот данный человек, он... Ну, значит, у него отстроены так процессы, что все остались довольны. То есть, нянечки же медсестры не саботировали же, правда? Они же не... Смотри, возможно, возможно. А возможно было так, что он просто сказал, чтобы за мной последили. То есть, чтобы мне просто уделили внимание. И этого было достаточно, значит? Да, и необязательно им даже деньги можно было давать. Но это мне не касается. Это его вопрос. Да, это его вопрос. То есть, его уважают, у него есть авторитет. Но для нас важно, чтобы были процессы отстроены в его системе. Правильно, конечно, да. Но, опять же, одна входящая точка. То есть, я же не договаривался с медсестрой отдельно, чтобы меня нормальные уколы делали, чтобы меня не в общую палату посадили к алкашам, а в нормальную там с нормальным соседом. То есть, не я договаривался, ходил. Меня вот посадили, все, и all-inclusive мне предоставили. То есть, третий момент, это что, сервис, правильно? Да. То есть, очень важно, вот поймите, то, что когда клиент вам платит больше 150 тысяч рублей, он платит не уже не за саму услугу, то есть, не за операцию, я не за операцию заплатил. Я заплатил вот за эти три вещи. За свое спокойствие, да, за сервис и за ответственность. Понимаете? То есть, когда клиент вам дает деньги, 200, 300, 500 тысяч, еще раз, он не дает вам деньги за больший объем работ. Да, вот почему-то у большинства людей это как бы проблема советского мышления. Да, опять же, у мамы и папы моим то же самое. То есть, чем ты больше работаешь, тем ты больше зарабатываешь. Прямая параллель времени, да, там, усилия и денег. Но ее сейчас не существует, понимаете? То есть, чтобы больше зарабатывать, не нужно больше работать. Вот это важный момент, который вам нужно понять, что если у вас, условно, вы занимаетесь там настройкой рекламы, да, и вы зарабатываете 30-50 тысяч рублей, вы можете зарабатывать 500 тысяч рублей, но для этого вам не нужно делать больше настройки рекламы или лучше настраивать. Вам нужно делать по-другому. А как? Вот тут важный, интересный момент. Я об этом рассказывал где-то там, ну, может, полгода назад. И я уверен, что мало кто смотрел это видео. Я вот сейчас вам всем расскажу подробнее про пирамиду потребления клиента, да. То есть, есть пирамида Маслова, а есть пирамида, вот я придумал, ну, как потребности клиента, которая связана напрямую с тем, о чем я сейчас говорю. Вот смотрите. Вспоминаем пирамиду Маслова, да. То есть, вот все о ней слышали, все ее знают, что, ну, вот, в фундаменте, что у нас? Базовые потребности, правильно? Базовые. Базовые потребности связаны с чем? С безопасностью, с сексом, с едой, со сном, да. То есть, все, что нам, ну, все, что связано с тем, чтобы продолжать функциональность нашего организма, как бы, и, ну, вообще, в принципе, жить, да. И вот 90% из вас, кто зарабатывает меньше 150 тысяч рублей, работают с клиентами, которые нужны только базовые потребности, только в бизнесе. Поясню, смотрите. Вот вопрос. Вот если мы говорим про пирамиду Маслова, вот верхняя граница, ну, то есть, верхний треугольничек – это духовное развитие, да. То есть, когда человек понял, кто он есть, когда он занимается самосознанием и когда он развивается уже духовно. Вот вопрос. Может ли человек развиваться духовно, если ему нечего, блядь, жрать? Или там негде спать, блядь, негде спать, нечего есть, вот он, сука, пошел духовным развитием заниматься. Или вы хотите продать ему духовный тренинг? Нет, конечно. Потому что у него не закрыта базовая потребность. Я сейчас не говорю про дауншифтинг, когда там бизнесмены берут, там, отказываются от всего, там, что они там заработали, едут в Таиланд. То есть, у них уже, в принципе, уже все есть, как бы, ну, это не про это. Это именно про людей, которые, знаете, вот, вот такие люди очень любят помогать. Да, вот, кто любит помогать, напишите плюсики, пожалуйста. Вот помощники наши, да, которые там, блядь, бесплатно сделать, там, задешево, там, давай под соблю настроить рекламу, там, вот, вот это вот помощники, и вот они вот, это вот про это как раз. Это люди, которые, блядь, себе не помогли, да, не смогли себя реализовать, и вот людям идут помогать. Ну, как бы, это уже проблемы с психологией, я тоже их решаю на консультациях, вот. Но это вот прям про это. Вот смотрите, предположим, у вас услуга по автоматизации бизнеса, да, автоворонки продаете. Вот как вы думаете, можно ли продать услугу автоворонки бизнесу, у которого нету отдела продаж, нету отдела маркетинга, нестабильный поток заявок, оборот 100 тысяч рублей в месяц? Вопрос, можно ли продать такому бизнесу автоворонку? Ну, да или нет, просто напишите в чате, да, нет. Нет, ну, продать, конечно, можно, но вдруг потом возврат вас попросит, или будет недоволен этой услугой. Нет, нет, не надо продавать такому клиенту такую услугу, потому что она ему нахуй не нужна сейчас, понимаете. Она ему будет нужна на, может, на третьей позиции, да, но не на первой, когда у него нету ни отдела продаж, ни отдела маркетинга, ни хера не выстроены процессы, нету стабильного потока заявок, нахера ему это автоматизировать, понимаете. То есть, когда мы работаем, вот у каждого из вас есть вот такая вот пирамида потребностей клиента. И чем больше вы хотите зарабатывать, тем выше вы поднимаетесь по ней. А чем выше вы по ней поднимаетесь, тем там на каждом этапе есть свой уровень клиента. Вот базовый уровень клиента определяется, предположим, тем, что, ну, если говорить про автоворонку, базовый уровень клиента – это просто наличие, не знаю, там, менеджера по продажам, отдела продаж. Второй уровень – это наличие отдела маркетинга, да, там третий уровень, там, оборот более миллиона в месяц, предположим, да. Там четвертый уровень – наличие личного бренда, там, не знаю, там, упоминаемости в СМИ и так далее. То есть вы должны для себя вот эту пирамиду простроить и понять, а кто ваш клиент, да. То есть не так, что, типа, вот я работаю со всеми, да, я это называю эффект шлюхи, да, то есть, типа, даю всем. То есть я вот маркетинговая проститутка, я раздвигаю ноги всем, кто мне деньги дает. Нет, вы должны понять, а кто ваш клиент. Не портрет этот злоебучий вот этот вот прописать, типа, вот, мужчина 28 лет с бизнесом, там, блядь, со стартапом. Нет, это все херня. Вы должны понять потребности, то есть пирамиду потребностей вашего клиента. И когда вы хотите продать что-то за 300 тысяч рублей, вы должны понять, что базовые потребности у него уже закрыты, да. Он уже сам что-то попробовал, уже понанимал людей каких-то. И что ему не хватает? Ему не хватает, сука, сервиса, чтобы мозг не трахали, чтобы ему не писали каждый день вот эти фрилансеры, подрядчики, чтобы у него не спрашивали, что ему надо, как настроить. Он просто хочет взять и нахер свалить с этого процесса, чтобы просто полностью сделегировать. Вот это мозгоебство убрать с себя. А вот это мозгоебство, за это мозгоебство убрать вот это, он готов доплатить 200 тысяч. Ну, поясняю. Смотрите, одно дело просто настроить клиенту рекламу, да. А другое дело скидывать ему ежедневные отчеты, подготавливать цифры, самим коммуницировать с его отделом маркетинга. То есть полностью ему высвободить время, понимаете. Вот за что клиент платит? Не уже не за настройку рекламы, а за то, что у вас охеренный менеджмент, понимаете. То есть за сервис. То есть вы так круто сервис, ну, как бы отстроили, да, что у клиента высвободилось лишние там 100 часов в месяц. А час предпринимателя вот этого стоит, предположим, 5 тысяч рублей. То есть, сука, полмиллиона вы ему сэкономили, понимаете, которые он может потратить на более важные вещи. А не там следить за тем, чтобы на тильде там сайт работал, чтобы конверсия не падала, чтобы таргетолог не бухал, чтобы там еще что-то, понимаете. Вот вы с него этот геморрой сняли. А этот геморрой, еще раз, он не связан с базовой потребностью. Он уже где-то вот здесь, сервис, понимаете. Другой простой пример, да, вот из более понятного бизнеса. Опять же, медицина. Вот есть же, по сути, бесплатные поликлиники. А что вы туда не ходите, в эти бесплатные поликлиники? Ну, как бы, по сути, ну, как бы, что там операцию сделать, что здесь операцию сделать. В чем отличие в сервисе и в быстроте, понимаете. В бесплатной поликлинике, ты, блядь, я пытался записаться в бесплатную поликлинику, мне сказали УЗИ через два месяца только можно сделать. Охренеть. УЗИ, просто УЗИ два месяца ждали. А в платную пришел, в тот же день сделал. То есть я за одну и ту же услугу, а аппарат-то один и тот же, понимаете. Один и тот же аппарат, даже одни и те же врачи, я уверен, потому что они подрабатывают. Там днем работают в поликлинике, вечером в платной. Но я доплатил за быстроту, понимаете. То есть, опять же, продукт тот же, но контекст другой. Еще раз, да. Одно дело просто продавать сайт, а другое дело продать сайт, который вы сделаете за сутки. Может, клиенту срочно нужен сайт, может, ему не нужно месяц ждать. Он не может месяц ждать, и он готов заплатить за срочность. Понимаете? То есть копайте глубже, пытайтесь понять, а что ему реально важно, что ему реально нужно. До чего докопался я, смотрите. Опять же, это мой пример. Я не говорю, что делать так нужно всем, но сейчас у меня получается закрывать клиентов на 200-250 тысяч рублей в месяц. При этом я ничего руками не делаю, представляете. Сказка. А как я это делаю? Я закрываю на стратегию. То есть я говорю, смотрите, я буду вести ваш проект, ваш маркетинг. Я буду объяснять вашему отделу маркетинга, что нужно делать, как нужно делать. По необходимости я буду с ними созваниваться, списываться в чате. Но руками я ничего не делаю. То есть я вам передаю стратегию, план, я это все руковожу, я голова, а руки ваша команда. И за это люди реально готовы платить 200-250 тысяч и уже платят мне, понимаете. То есть охренеть. Я руками ничего не делаю, представляете. Я не сижу, не настраиваю эти сраные воронки. Я не настраиваю рекламу, я не пилю сайты. Я, блядь, спокойно, блядь, хожу в кальянные, кури, гуляю, блядь. То есть я продаю свою экспертизу, понимаете, которая реально стоит денег. Но до этой экспертизы люди не доходят, потому что они 5-10 лет одно и то же продают. Продают, блядь, воронки, таргетинг. То, что, по сути, готовы делать другие. Понимаете, на рынке до хрена сапожников, которые готовы продавать за 5-10-20 тысяч рублей эти услуги. То есть там гигантский демпинг цены. Но не хватает мозгов, не хватает опыта. И клиенты готовы доплатить за опыт, за мозги. Ну, вы просто не предлагаете им этого. Потому что думаете, что, блядь, чтобы мне заработать 500 тысяч рублей, мне нужно, блядь, взять 10 клиентов по 50 тысяч рублей. Нет, можно взять одного за 500 тысяч. Опять же, вчера общался с Егором, который на наставничество записался. У него тоже самая проблема. Он хочет повысить средний чек. Я ему говорю, Егор, смотри, одно дело продавать сайты, да, бездушная какая-то ебанина, ну, минус 150 тысяч до предпринимателя. А другое дело продавать результаты от этого сайта. Вот какой результат от сайта? Напишите сейчас. Какой результат от воронки, от сайта? Что? Зачем он? Нахера он нужен клиенту? Правильно. Прибыль, выручка. Конечно. Вопрос. Две ситуации. Первое. Вы предлагаете клиенту сайт за 100 тысяч. Вторая ситуация. Вы спрашиваете, сколько ты сейчас зарабатываешь со своего сайта? Он скажет, 100 тысяч. Второй вопрос. Какая у тебя конверсия на сайте? Он говорит, 3%. И вы спрашиваете волшебный вопрос. Сколько ты готов мне заплатить, если я повышу твою конверсию сайта в 10 раз? То есть не 3, а 30% будет. И твой оборот увеличится в 5-10 раз. Сколько ты готов мне это заплатить? Я думаю, что уже не 100 тысяч. Понимаете разницу продавать сраные сапоги или результат от этих сапог? Здоровые ноги. Продавать сайт, который нахер не нужен клиенту. Еще один сайт. Либо продавать деньги. Увеличение оборота. Увеличение конверсии. Вот это люди хотят. А не ваш сраный сайт. И когда вот так вы будете общаться с клиентом, конечно, он у вас купит. Конечно, он вам доплатит. При этом его вообще не должно колышать. Что вы там делаете? Это как вот сейчас у меня спросили. Макс, вот ты на лапу дал голову врачу, а ты вот предполагал, что там главврач медсестре даст деньги. Там еще как. Да мне посрать. Мне оказали услугу. Все. Мне сделали операцию. Я живой, блядь. И мне сервис оказали. Какая нахер разница? Сколько кому он что дал? Понимаете? То же самое и у клиента. Когда вы будете продавать ему результат, да его, блин, посрать, сколько себестоимости этого результата. Вы все, ему дали ему этот результат. Вы же не задумывались о том, когда вы айфон покупаете, что себестоимость, сука, айфона 100 долларов. А 900 долларов – это, блядь, маркетинг. Это надбавочная цена за вот эту кайфушку. Понимаете? Вы же не задумываетесь об этом. Для вас это нормально. То же самое, понимаете, в услугах. Себестоимость услуги может быть 5 тысяч. Но клиента это вообще не должно волновать. И не надо расписывать, вот у нас там это стоит столько, это вообще не надо. Вы продаете ему все, результат. Либо да, либо нет. Понимаете? Если предприниматель говорит, давай, будет прибыль, тогда заплачу, вы можете ему совершенно спокойно послать нахуй. Ну, это первый момент. Второй момент, вы можете ему привести пример. Ресторан. А ты же не приходишь в ресторан, не говоришь, типа, знаете, вот если мне понравится салат, я заплачу. Ну, как бы это, ну, вас просто хотят наебать. Прямым текстом, да? То есть, как бы, ну, нормальный предприниматель, уважающий себя и вас, так не скажет. Ну, либо вас не уважает, либо он себя не уважает. Ну, или, знаете, спросите, вот ты к юристу приди, скажи, вот если я выиграю дело, тогда я тебе заплачу. А если нет, не заплачу. Нет. Юристы как работают? Они берут фикс за выход в суд, за подготовку документов, правильно? За какие-то расходы. И, возможно, процент с выигрыша. Да, процент можно взять. Но, опять же, то, что я вам говорил, есть фиксовая часть, есть флексовая часть. И фиксовая часть в любом случае оплачивает, потому что это ваше время. Если вы цените, уважаете свое время, вы в любом случае должны получить деньги за это. Вы же, блядь, не альтруист, вы же не монах, правильно? Вы же там не этот дебил, который бесплатно всем помогает и работает. Ваше время должно стоить денег. И чем больше вы верите в себя, чем больше вы работаете, чем больше вы понимаете, что вы чего-то стоите и вы приносите результат, тем меньше будет таких клиентов в вашей жизни, поверьте мне. Как это в договоре описать, если результат не будет достиг? Да очень просто. В чем сложность прописать? Вот объем работ. Да? То есть сделать сайт, сделать автоматическую серию писем, настроить интеграции, настроить рекламу, сделать баннеры. Вот это вот объем работ, он стоит 200 тысяч. И прописывайте, если заказчик доплачивает сверху 200 тысяч, если... Опять, любимые мои дети, обожаю детей в эфире просто, блядь, вот... И написано, заказчик доплачивает вам 200 тысяч, если с этой всей деятельности приходят, скажем, 35 заявок по 500 рублей. Все, вот вам, пожалуйста. Все, вот оно в договоре, все прописано. Ничего сложного. При этом вы защищены, то есть ваша жопа защищена. Не только жопа клиента защищена, но и ваша жопа клиента защищена. Точнее, ваша жопа защищена. Еще важный момент. Прописывайте сроки. Сроки должны быть четко прописаны. Как у меня вот бывало, да, вот я начинаю работу, все, и клиент идет курить бамбук, забивает на меня, и в итоге, блядь, сайт опять делаем полгода. Такого не должно быть. Вы прописываете в договоре, что если со стороны клиента идут задержки, то он либо должен доплачивать деньги, да, потому что, ну, как бы время – деньги, либо вы можете не доделывать. Вот прям в договоре так и прописывается. Уважайте себя, ребят, вот серьезно. Я за эти два года понял, что чем больше вы будете уважать себя, свое время, свой профессионализм, тем лучше для вас же, в первую очередь. Вам может показаться, что если вы идете на уступки, помогаете, там, делаете скидку, это лучше для клиента, нихера, клиент вас считает лохом просто. Он может улыбаться, он говорит, да, спасибо, вот такой добрый, класс, на самом деле он вас просто лохом считает. И при первом же случае он вас кинет, либо там как-то обманет. Сильные люди уважают силу. Вот, если вы себя не уважаете, не умеете за себя постоять и, ну, как бы защитить свое время, свои деньги, ну, а кто за вас еще это сделает, правильно? Мамы же уже нету рядом. Дальше идем. Как искать подрядчиков? Большая тема, на самом деле. У меня вот был такой дизайнер, Миша Птица, может, даже вы его знаете. Вот этот долбоеб 10 раз просирал сроки. Сколько раз мы ему кидали 10 раз проекта, он все время просирал сроки. Поэтому первый момент. Всегда проверяйте подрядчика на первом проекте, при этом не давайте ему самый крупный проект. Дайте ему какой-нибудь мелкий проект, при этом скажите, что он пиздец важный, и проверьте, за сколько он его сделает и как. Если он уже на первом проекте обосрался, все, не работайте с ним. Люди не меняются. Он вам начнет говорить, нет, мне не повезло, это первый и последний раз, меня так никогда не... Не верьте, все. Вот если в первый раз он сразу обосрался, идите дальше, ищите другого дизайнера. Это правило, сука, номер one. Number one, просто. Вот самое важное правило. Если сразу чувак обосрался, никакие вторые-третьи шансы не давайте. Потому что подрядчиков пиздец сколько много. Зачем бегать за одним, если его там второй-третьи уже ждет, там десяток ждет, там очередь уже выстрелилась. Второй момент. Обязательно звоните клиентам, которым он делал сайт. Может, это вообще не его портфолио. Как правило, знаете, как вот несколько дизайнеров прислали портфолио, оказалось, что 90% того, что они там напилили, это вообще них не сайты. Поэтому всегда берите контакты людей, с которыми он сотрудничал, с которыми он делал сайт. И спрашивайте, за сколько, по каким срокам он делает сайт, не задерживает ли он, нормально ли он там общается, коммуницирует, не пропадает ли он, какие-то есть проблемы. Обязательно общайтесь с его предыдущими клиентами, с кем он взаимодействует. Это номер два правила. Номер три правила. Самое важное, на самом деле, правило. Я бы его первым поставил. Всегда держите про запас трех дизайнеров. Если мы говорим про дизайн, вот у вас есть основной дизайнер и три про запас, которые в срочном порядке могут вклиниться в работу, если первый забухает, блядь, не знаю, его переедет машина или что-то еще с ним случится, не знаю, обкурится, не знаю, там интернет отвалится, что у них там может случиться у дизайнеров. Обязательно держите про запас трех, которые срочно могут выполнить то, что он должен был выполнить. Обязательно. То есть план Б, план С, план Д. Обязательно. Прямо вот пиздец, это очень важно. Потому что, опять же, клиент вам дал деньги, 250-300 тысяч, предположим, за комплексы работ по сайту. И за три дня дизайнер отвалился. Представляете, а вам через три дня сдавать проект. Вы что, клиент предсказал, что, знаете, у нас дизайнер, блядь, отвалился, на самом деле, как бы он стоил 50 тысяч, а мы себе 150 сверху как бы, как маржу взяли, да, но вот он ушел, а три дня осталось, мы не успеем вам сделать сайт, извините. Так что скажете? Нет. Вы за три дня, в срочном порядке пишете ваш там, не знаю, внутренний чатик, где у вас там пять дизайнеров на подхвате, говорите, ребята, блядь, в срочном порядке, вот, нужно сделать, короче, сайт. При этом, важный момент, что вот в этих 150 тысяч рублей, которые вы накинули сверху, уже должна быть заложена амортизация. То есть уже должен быть заложен бюджет на переделку, в случае, если первый проебется. То есть не так, что вот вам 200 тысяч упало, и вы, сука, 200 тысяч сразу тут же распилили по всей команде. Нет. Вы эти 200 тысяч держите до того момента, пока вы не сдадите проект, потому что этот проект может затянуться, вы можете там переделать что-то, вы должны нанять дополнительный персонал, я не знаю. То есть не надо сразу бабло пилить. Вот это очень важный момент тоже. Что еще по поводу подрядчиков? Я сторонник того, чтобы расти специалисты в команде у себя. То есть не брать, я это называю чувак, который в себя поверил. Вот есть специалисты, которые в себя поверили, да, вот они берут много. Зачем вам переплачивать за то, что он в себя поверил, если можно взять молодого специалиста, который в себя еще не поверил, и который как минимум еще год-два в себя не поверит, и который берет за свои услуги не 70 тысяч рублей, а 5. Все, берите и выращивайте, взращивайте его в своей команде, в своей компании. Можете ему зарплату платить, можете проектному платить, не важно. Я за то, чтобы растить людей у себя в команде. Да, там корпоративная культура, там вера в проект, там вера в будущее, чтобы там на вас молились, там, это все важно. Потому что если вы как бы 70 тысяч отдаете только дизайнеру, а сколько вы-то зарабатывать будете? По сути, ну, в идеале вы должны 100% сверху зарабатывать. То есть если вы наняли, ну, если вы что-то продали за 100 тысяч, то 50 тысяч, как минимум, вам должно в карман идти. А 50 тысяч должно идти на работу, на себестоимость. Если у вас не так, как бы нахера вообще вы этим занимаетесь, бизнесом, да? Дальше. Как формировать команду? Команда должна формироваться под запрос. Каждый человек, который вы нанимаете в команду, должен вам приносить деньги, как минимум в X5-X10, столько, сколько вы ему платите зарплаты, либо экономить вам в X5-X10. Ну, пример. Если вы наняли женщину, Олю, мы положим, как помощницу, то эта Оля должна вам, ну, вряд ли эта Оля генерирует вам деньги, но эта Оля вам экономит деньги. То есть она экономит ваше время. То есть, мы приположим, она берет на себя всю обезьянью работу по заказу такси, самолетов, там, не знаю, прозвоны, встречи. То есть она, как вот эту всю обезьянью работу на себя взяла, и она вам экономит время. А ваше время стоит денег. Если вы Оле платите 50 тысяч, то как минимум на 500 тысяч рублей она вам должна денег сэкономить. Как это посчитать? Ну, либо час вашего времени посчитать, либо посчитать стоимость тех действий, которые вы могли бы сделать, если бы не занимались это обезьянной работой. Пример, стоимость решения я это называю. Одно дело, вы будете сидеть, прозванивать, договариваться о встречах, заказывать такси, другое дело, вы будете искать клиента. То есть money-making действия поиска клиентов вам принесут 500 тысяч рублей, а заказ такси минус 1000, потому что вы просто заказали такси. И заказать такси может любая обезьяна. Ну, любая Оля может заказать такси, понимаете? То есть любой сотрудник, любая единица, которую вы нанимаете в штат, она не потому, что у вас лишние 50 тысяч завалялись на счету, а потому что вы четко понимаете, что вот эта единица, она принесет вам в X5, X10 больше денег, либо сэкономит. Знаете, я когда вот с Колковой работал, у нас был Макс, задача которого входила, ну, я занимался продвижением конференции, организацией продвижения конференции с Колковой. И у Макса была задача находить партнерство. То есть, предположим, на конференции нужна вода. И он прямо звонил в компанию, договаривался с теми компаниями, которые по бартеру готовы предоставить воду там за рекламу. То есть, он экономил деньги нам. По сути, себестоимость организации мероприятия сокращалась в разы. И он получал 10% от сэкономленных денег. Вот сэкономил он миллион, ему 100 тысяч выплачивают. То есть, еще раз, вы нанимаете человека, либо когда он вам деньги зарабатывает, X5, X10, либо когда экономит X5, X10. Вот так нужно нанимать команду. Как формировать команду? Тут важно понять вашу бизнес-модель и ключевые компетенции, которые необходимы для поддержания этой бизнес-модели. Ну, пример. Предположим, вы зарабатываете на услуги по настройке рекламы. Кто в данной бизнес-модели нужен? Давайте, пишите, либо проговорите голосом. Чтобы там у нас общение пошло. Ну, таргетолог, проектный менеджер, дизайнер. Кто еще? Менеджер по продажам, да. Кто еще? Копирайтер, маркетолог. Вот если аналитик, да, блядь, бухгалтер еще давайте, да, там этот, не знаю, там, личный водитель, блядь, еще давайте засунем. Понимаете, вот если в таком простом бизнес-процессе у вас, блядь, 10 человек, вот именно поэтому вы нихуя не зарабатываете. Вот простой процесс продажа, настройки рекламы. Вы уже нахерачили тут 10 человек. Каждому человеку нужно заплатить деньги. Вы-то сколько заработаете с этого? Вот правильно пишут. Один человек, астинт, и все. Правильно. То есть, смотрите, я вам сейчас открою лайфхак, которым я делюсь на личной работе, там, ну, на менторстве. Пока вы не зарабатываете в одну рылу 300-500 тысяч рублей, вы никого не должны нанимать. Это, блядь, правило номер ван для вас, кто хочет зарабатывать деньги. Вот себе на лбу, блядь, тату набейте. Пока я не зарабатываю 300-500 тысяч рублей, я никого не нанимаю. Как только вы начнете зарабатывать 300-500 тысяч рублей, только тогда нужно нанять просто помощницу. После помощницы вы нанимаете там еще кого-то. А когда у вас 100 тысяч рублей, и вы эти 100 тысяч рублей размазали по 10 людям, еще сами в минусе остались, еще вам нужно за аренду, за помещение, за офис заплатить, это не бизнес, это херня какая-то. Понимаете, бизнес, когда вы зарабатываете. Бизнес для чего нужен? Для того, чтобы вы не в офисе сидели, а чтобы вы на себя работали, правильно? Чтобы вы денежки зарабатывали. А для многих бизнес – это игра в эго. Типа, блядь, у меня бизнес, у меня агентство, у меня, блядь, 20 человек, и я нихуя не зарабатываю, зато у меня, блядь, на визитке написано CEO, там, блядь, ромашка, понимаешь? И что? И кому ты что доказал, понимаешь? Нахера ну тебе надо, если ты не зарабатываешь? Если ты не зарабатываешь 300-500 себе на карманы, это нихуя не бизнес. Исполнители же нужны, если продаешь настройку рекламы. Я до сих пор продаю сам. Вот для вас может это быть шоком. У меня в компании никого нету. Я сам продаю, я сам делаю. Да, у меня есть помощница Диана, менеджер, да, которой я сдельно плачу. У меня есть ребята, которые выполняют там, ну, как подряд, как агентство по подряду, да, там, сайты делают, воронки. Я на себя работаю до сих пор, потому что у меня нет стабильного миллиона в месяц. Как только у меня будет, да, я буду делегировать. Об этом не только я говорил, об этом еще Дэн Кеннеди говорил. Можете почитать. Дэн Кеннеди русским языком говорит, что пока вы, блядь, не зарабатываете, там, 5-10-15 тысяч долларов, нахер вам кого-то нанимать. Светлана пишет, Макс, я в шоке, какой ты молодец, столько нового. Спасибо большое. Если хотите меня похвалить, пожалуйста, пишите. Мне очень приятно. Вот кто хочет задать вопрос по этому, да, вот то, что я сейчас объясняю. Кто хочет со мной поспорить, там, типа, бля, не, Макс, 300 тысяч рублей нужно нанять, там, 20 человек, нужно снять офис, там, давайте, можете со мной подискутировать. Потому что я через это все уже прошел. Два года я снимал офис, нанимал сотрудников, закрывал, делегировал, херня все это. Да, я имею в виду. Привет. Да, привет. По-стоянству никто. Ну, я не хочу спорить с тобой, я хочу спросить, окей, а как делать одного 300-500? Ну, кроме того, что вырастет личный бренд и так далее и тому подобное. Ну, чем ты занимаешься? Настройкой таргета. Сколько ты зарабатываешь? С таргета, там, 80-90. Ну, прям на карман себе чистым, правильно? Да. Ты можешь сделать 300? В таком формате нет, потому что нужно больше клиентов брать, я там больше не вывезу. Смотри, какая формула прибыли? Ну, мы же все ее знаем. Какая формула? Как деньги больше заработать? Какие рычаги? Больше клиентов, больше конверсия, больше средний чек, больше ЛТВ, правильно? И меньше издержки. Вот у тебя 5 рычагов. Ты говоришь, больше клиентов не потянул. Окей, хорошо. У тебя еще 4 рычага осталось. Что ты можешь делать, чтобы больше зарабатывать? Средний чек я пытался поднять, не поднял. Ну, потому что для этого мои клиенты, с которыми я работал, просили дополнительные услуги. Подожди, 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 подожди. Очень интересный момент. Извините за мат, буду как есть говорить, зато запомните. Вот ты ебешься с бабой, да? Год, два, три. А потом говоришь, а можно анальный секс? Она говорит, нет. Блядь, все, мне не дали анальный секс, баба не дает в жопу. Так что ли? Нет. Просто она тебе не дала, потому что она не привыкла тебе давать в жопу, понимаешь? Извините, женщина. Когда ты с клиентом о чем-то договорился и работаешь, а потом ему предлагаешь сплатить тебе больше, блядь, конечно, сука, он не согласится, блядь. Ну, какой дебил согласится платить тебе больше? Ну, это же, блядь, очевидно. Конечно, нужно искать новых. То есть, средний чек повысить вообще говно вопрос. Просто не для тех, кому ты уже это продаешь. Дальше. Какие еще моменты? Что там было еще? Средний чек, LTV, конверсии, издержки. Ну, издержки здесь ронять некуда, потому что, ну, как бы я сам это делал. А конверсии... Смотри, издержки всегда есть куда ронять. Вопрос. Ты используешь агентский кабинет? Нет. Ты знаешь, что в ВКонтакте можно открыть агентский кабинет, и тебе 10% с денег, которые поступают тебе на агентский кабинет, на тебя идут бонусом? Ну, да. Я в Фейсбуке только работаю. Окей. Ты на НДСе сидишь? Без. Без. Окей. Что там еще можно придумать? Ну, ладно. Смотри. Вопрос был только в том, что, типа, 500 – это в голове, да, то есть мышление. И человек, который просто сидит, типа, делает сначала за 25, потом он поднимает чек за 50, потом он поднимает чек на 80, грубо говоря. То есть, ну, а как дальше-то расти, в принципе, ну, чтобы не лопнуть? Если не нанимать таргетологов, например, часть на них не делегируется, и как бы не набирать кольца. Не паникуй, все хорошо, все нормально, не паникуй. Вот вопрос, смотри, у тебя какой телефон? Что? У тебя какой телефон сейчас? Ну, айфон. Айфон. А что ты к Xiaomi не купил? Хотел айфон. Ну, а почему к Xiaomi не купил? Тебе телефон зачем нужен? Ну, я к Xiaomi не купил, потому что я не думал о том, чтобы купить к Xiaomi. Я не рассматривал для себя такой вопрос. Окей, а что сам Samsung не купил? Не знаю, что не купил? 100% куча телефонов, которые, сука, дешевле айфон. Что ты айфон купил? Ну, личный бренд. Ну, не личный бренд. смотри. Мне он нравится, да. смотри, смотри, смотри. Когда ты продаешь таргет за 30-50 тысяч, ты продаешь настройку рекламы. Да. Так же, как если бы ты покупал телефон для того, чтобы звонить и выходить в интернет. Ну, ты же айфон купил не для того, чтобы звонить и выходить в интернет, правильно? Ну, да. А для чего ты купил айфон? Ну, скорость, удобство, тактильность, то, как люди оценивают тебя, когда у тебя там телефон. Вот, то, как люди оценивают. Вот это все хуйня, то, что ты до этого сказал. Вот есть пирамида клиентская, я же ее рисовал. Ты, когда продаешь за 50 тысяч, ты с базовой потребностью работаешь. То есть, ты работаешь с потребностью, настройте мне рекламу, правильно? Ну, я работаю с потребностью, приведите мне продажи. Работал. Да, окей. Давай выше поднимемся. Помогайте, те, кто в чатике, тоже помогайте. А какие потребности выше в этой системе, в настройке рекламы? Вы же видели, возможно, у меня вот кейс чувака, которым я занимался, этот Аркадий зовут, 960 тысяч на таргете, пожалуйста. Ну, есть же люди, которые зарабатывают на таргете. А как его зовут? Аркадий, можешь, пожалуйста, написать ему в Инстаграме. Ну, а что за Аркадий? Ну, он у меня на наставничестве был. Ну, в смысле, где найти его Инстаграм? У тебя в Инсте? У меня в отзывах висит, в Инстаграме. А, все, хорошо. За что люди готовы доплатить? Давайте, вот, по пирамиде вверх поднимемся. Вот, с базовой потребности выше. Что им еще надо? Мне готовы были платить за то, что, типа, не срываются сроки по таргету, когда идет вебинар, да, то есть, и систему антибан я там продавал в то время. Вот. Какие-то клиенты были готовы за это платить. Дальше клиенты были готовы платить за то, что я полностью беру на себя весь вопрос по... Там какой-то... Владимир не выключает микрофон. Я выключил. Вот. Какие-то были готовы платить за то, что я воронку, типа, сам делаю, и чтобы они вообще не парились на эту тему? Так. если... Ну, то есть, за то, что я снимаю снимки Марвей. Смотри, давай простым языком. Первое. Им важна была просто базово приводи мне заявки. То есть, просто вот механическое действие. Типа, мне нужны заявки. Дальше. Сервис, доверие, безопасность. Там, не знаю, там, блядь. То есть, вот они пошли, и потребности выше. То есть, смотри, вот мне, мне платят почему? Потому что мне готовы доплатить за чувство безопасности. Они знают, эти люди, которые мне платят 250-300, что если они заплатят другим, они переплатят, потому что они раз, два, три, четыре, пять обоссовываются, и потом в любом случае придут ко мне. Потому что у меня опыта больше. Я знаю, что вот, ну, условно, вот меня вот недавно взяла психолог там на работу, как маркетолога. Я уже за неделю ей полмиллиона сделал. Просто за счет одного действия. За счет просто моего опыта. Я говорю, а давай вот так попробуем. То есть, я 250 тысяч не зарабатывал тем, что я воронку ей делал, таргет. Нет. Я просто собрал совещание. Говорю, ребята, все, сейчас мы делаем вот так. И все, плюс 500 тысяч в кассе, пожалуйста. Вот за что платят. А не за то, что ты руками что-то делаешь, понимаешь? Ну, понял. То есть, можно делать 300-500 в одного, когда ты понимаешь, вот, как бы, ну, например, как ты можешь за неделю, типа, плюс полмиллиона рублей кому-то сделать. А когда ты этого не понимаешь, то ты, типа, как бы, и не растешь. Подожди, подожди, подожди. Ты, у тебя экспертиза привлечения, настройка рекламы. Как это ты не можешь сделать полмиллиона клиентов? Как это? Ты что? Ну, есть процессы. Ну, ты можешь найти такой бизнес, в котором ты, сделав рекламу, сделаешь плюс полмиллиона. Ну, честно, я тебе и писал, как бы, с разбором, да, то есть, потому что я что-то искал, 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 как бы, заебался их искать и ушел в продюсирование просто, где, где реально, как бы, другие запросы я удовлетворяю и где больше денег платят. А, так это Егор? А получается, а? Это кто говорит? Бабушкин Александр. А. Ну, да, я думаю, это Егор, да, и чего, да. Ну, вот, как бы, и те, даже крупные клиенты, к которым я заходил, у них нет проблемы в том, что им, типа, ну, типа, вот, ну, то есть, у них нету, как бы, подрядчиков, да, там у всех дохуя подрядчиков, на самом деле, вот меня там продавали. Смотри, так в этом-то и проблема, Александр, что у них дохуя подрядчиков. Вот я сейчас Екатерину Коловой нашел работать, месяц с ней работаю. У нее, знаешь, какая проблема в том, что у нее дохуя умных чуваков, понимаешь, который с нее геморрой снимет. Ну, а мы с Екатериной Коловой год назад общались, я говорю, давайте я вам аудит сделаю, ваша реклама, потому что она жаловалась на рекламу, который стоил тогда 5000 рублей, да, чтобы я там 3 часа пахал и делал ей аудит. В результате она потом даже перестала отвечать на сообщения. А я ей сделал аудит за 50 тысяч. Вот, так я ей говорю, что, соответственно, чтобы продавать за 300-500, ну, как бы нужно просто, типа там, где-то в мозгах по-другому другим стать. Да не то, что в мозгах просто, блядь, пиздеть надо по-другому, говорить надо по-другому, просто понимать свою услугу по-другому надо. Ты продавал процесс, а я результат продаю, понимаешь? И не потому, что у меня там, блядь, Тони Робинс, Блэкстар и так далее. Нет. Поверь мне, нет. Не это самое важное. Важно, вот реально, если ты крутой специалист, и она видит в тебе пользу, да она, блядь, заплатит тебе. Макс, можно вопрос задам по поводу внедрения человека? Ну, вот ты сказал, что нужен куча специалистов, но нет менеджера, да? Да. Исполнительный директор. Смотри, ну, я тебя давно слушаю, я писал, я тоже самую позицию придерживаюсь. При запуске любого стартапа, когда ты заходишь в компанию, там всегда есть проблема в том, что результаты, ну, они догоняющие, семь касаний, да, там через месяц, через два приходят, через три. Как вот этот этап продержать? Ну, то есть, как в переговорах, с помощью переговоров, сделать так, чтобы клиент поверил в долгосрочную перспективу, ну, какие аргументы нужны. И второй момент, хотел у тебя лично спросить, ты на процент от продаж, от оборота, на что ориентироваться? Потому что у меня был вариант зайти в процент от дохода, но я понимаю, что у меня клиент просто, ну, может наебать там, ну, расходы увеличит, и все, короче. И у меня не будет сумма. Спасибо. Я не работаю за процент. Я не верю в то, что можно зарабатывать в маркетинге за процент. У кого-то получается, пожалуйста. Я бы сам к нему на мастер-класс сходил. Извини, извини, я поправку, я неправильно сформулировал мысль. Смотри, тебе платят фикс за услуги регулярные, и плюс, ты еще подключаешься на процент от продаж. Ну, то есть, ты выполняешь... Я говорю то, что я в процент с продаж не верю. Ну, не верю в это. Потому что главная задача предпринимателя это срезать косты. И какой бы ты охуенный специалист ни был, через три месяца он подумает, блядь, а нахуя мне тебе платить 500 тысяч процента, если я могу, блядь, студента нанять за 15 тысяч, которые будут все то же самое делать. И он в любом случае у него эта мысль появится. Понимаешь? Рано или поздно она у него, эта мысль появится. Через три месяца, через полгода, через год она у него появится. Каким бы ты крутым ни был. Именно поэтому я на проектах год-два максимум задерживался. Потому что в какой-то момент предприниматель спрашивает, а нахуя мне Максу платить 300, 400, 500 тысяч, если можно, он же все уже сделал, он же все организовал, уже правильно, ну давай-ка я найму сейчас студентика какой-нибудь за 30-50 тысяч. Все об этом думают, все предприниматели об этом думают. Поэтому если ты хочешь получать процент с продаж, то ты должен зайти в продажи и отвечать как минимум. То есть отвечать за маркетинг, за продажи. То есть на тебе столько должно быть всего завязано, что тебя просто нахер не могут послать. А когда ты просто за маркетинг отвечаешь, ну как бы любой подрядчик пожалуйста тебя заменит. Ну вот я с этой болью столкнулся сам и помимо того, что я выступаю как менеджер по маркетингу, я еще контролирую отдел продаж и вижу косяки. Получается, что я беру на себя чуть больше. Ну как ты говорил много раз, что нафиг никому не нужен маркетинг, если нет продажника толкового в работе. Кто не умеет обрабатывать залявки. Я чуть пошел дальше и в этом плане можно получить профит определенный. Смотри, я на твоем месте бы все равно процент не лез, потому что процент дело плавающее. Понимаешь, сегодня деньги в бизнесе есть, завтра деньги нахера тебе брать на себя этот головняк. Если только ты не входишь в долю бизнеса. Если ты прям пиздец поверил в бизнес, да, и вошел как доля. Нахуя на тебе надо? Получай свой фикс. Просто определись. Определись, скажи, ребята, я вам организую маркетинг продажи за 350 тысяч в месяц. Как только 350 тысяч в месяц вы мне не платите, пошли нахуй. Все, и у тебя стабильно есть ежемесячно 350 тысяч. И это контролируемый поток денег. А не так, что ты сидишь такой, блядь, думаешь, а как вот там вот, вот как у меня сейчас, понимаешь, там в одном проекте. Деньги есть, а я не зарабатываю, потому что мы реинвестируем. Вот, ну, блядь, вот так, понимаешь. Хотя я дохуясь делаю. Ты не принимаешь управленческое решение никакое, в принципе. Нет, я принимаю, у нас там трое, я принимаю, но просто вот мы решили переинвестировать, блядь. И что, я сижу, охуеть, сколько делаю и ничего не зарабатываю. И смысл тогда этого бизнеса. И неизвестно, что заработаешь вообще. Да, понимаешь, хотя оборотка нормальная, большая, ну а смысл тогда вот такого бизнеса, скажи мне. Просто сидеть и говорить, у меня бизнес есть, ну и что теперь. Ну, проще конвертировать заработанные деньги на фиксы в себя, увеличивать чек, ну, как ты говорил, конверс и прочее. Я тоже к этому выводу пришел в этом году. Прямо недавно. Следующий момент. Нахуя вы лезете в бизнесы? Да, блядь, делайте свои. Вот заработайте себе миллион, два, три и делайте на себя бизнес. Вливайте в себя. Зачем вам с кем-то, блядь, партнериться? Понимаете, партнерство, да, кстати, вот это одна из тем, по-моему, сегодняшнего эфира. Партнерство, это как замужество, понимаете, муж и жена. Сколько, вот, кто знает статистику разводов, хотя бы в России? По-моему, она достигает 70%. Ну, если я не ошибаюсь, 50-70%. Это развод, это когда уже есть ребенок, там, любовь, блядь, они трахаются, понимаете, ты же своим партнером не трахаешься, понимаешь? Вот у тебя есть, блядь, мужик-партнер, вот он партнер, понимаешь? Он тебе, блядь, минет не сделает, понимаешь, там, ужин тебе, блядь, не приготовит. То есть, там процент развода еще выше, потому что, блядь, помимо просто общения общего дела у вас ничего нету, понимаешь? А вы говорите, вот партнерство, да пиздец, партнерство как тяжело выстроить. Петя, Миша, Осипов, блядь, разошлись после, сколько их там, блядь, 7 лет занимались БМ, разошлись, потому что, блядь, ну не смогли они, понимаешь, договориться, они разные. Вот войти в партнерство, вот чтобы прям вот вы друг друга идеально понимали, это, блядь, пиздец, как постараться надо. Это очень тяжело. Люди к психологам ходят, да, вот есть бизнес-психологи, которые там учат там, как вот там правильно находить общий язык там в компании. Это очень тяжело, ребят. Поэтому нахуй оно вам надо. Зачем? Зарабатывайте себе в одного, стройте свой бизнес, стройте свой, нахуй вам это, понимаете, вот кто-то один сказал, типа вот, вот эту вот тему пустил по интернету, да, по-моему, ВКонтакте, я тут начал говорить, типа вот, ребята, вы же маркетологи, а давайте, блядь, 20% блядь в бизнес, там это, встраиваться туда. Вот найдите мне хоть одного чувака, который это реализовал. Вот мне вот, скиньте мне вот ID этого чувака, который вот сидит на проценте от бизнесов и ездит на Porsche. Вот скиньте мне, я хочу посмотреть на такого чувака. Ну, я два года состоял, дополучал доход в партнерстве, но, как и ты правильно заметил, год-два, и потом люди считают, что это не нужно. Я, как и все, прогорел. Я про это и говорю, понимаешь? Я говорю, скиньте мне хотя бы одного чувака, который вот эту схему внедрил, хотя бы в трех бизнесах. Вот он с трех бизнесов, ежемесячно, в течение там года двух-трех, получает процент. Да нет таких. Это все пиздеж, ребята. Пиздеж и провокация. Все, это вам лучше насрал кто-то, который хотел свой курс продать. Так, мне Константин скинул какого-то чувака. И что, и сколько он зарабатывает? Партнерский беспредел, зимние забавы. И что, на что я должен здесь посмотреть? На то, как эти ребята инфопродукцию продают? Понимаете, как только есть где-то сообщество, где написано научим продавать на партнерских программах, сразу вопрос. Если вы так охуенно зарабатываете на партнерских программах, ну хуя вам это мучить? Блядь, все же очевидно. Если человек занимается инфобизнесом, значит, он на своем деле не зарабатывает. Ну это логично же, ребят. Ну вот все, кто... Вот есть такой Виталий Комусов. Да, вот он у меня обучался на маркетинге, на курсе. Он охуенный таргетолог. Я говорю, Виталька, если ты охуенный таргетолог, а что ж ты, блядь, свой таргет не продаешь? Что ты курс-то свой каждый месяц блядь, барыжешь? Потому что, блядь, с таргета деньги не зарабатываете. Понимаешь? Вот поэтому он свой курс барыжит. Потому что людям легче продать курсы, нежели услуги по таргету. Все очевидно, все просто. Понимаете? Поэтому, как только вы видите какое-то сообщество, где продаются инфопродукты, значит, чувак на этом нету там денег, значит, на этом. И чтобы отбить деньги, он начинает продавать услуги по обучению этому. Понимаете? Ну, опять же, это мое, это мое, как бы, да, видение. Можете со мной поспорить там и согласиться. Пожалуйста. Дальше. Как я вышел на крупные конференции и начал выступать? Интересно? Если интересно, плюсики можете поставить. Может, кому-то актуальнее тоже эта тема. Так, Константин спрашивает, франчайзинг. Франчайзинг – это не процент. Это, ну, вообще другое. Я говорю сейчас, когда маркетолог входит в процент. Так, ну, плюсики есть. Рассказываю, как я это делал. Первое, с чего нужно начать, это нужно проанализировать всех спикеров, которые есть сейчас, которые активно выступают и их темы. Дальше нужно проанализировать тренды, что рынку сейчас надо. Дальше понять, а есть ли такие темы, которые не закрыты. Ну, условно, рынку надо вот это, а спикера на эту тему нету. Либо мало спикеров на эту тему. Как я нашел себе тему? Поверьте мне, я на любую тему могу пиздеть. Вот знаете, вот меня посади, скажи мне там, дай мне там 50 тысяч рублей, скажи, Макс, вот тебе тема, я, блядь, на любую тему. Хоть там, хоть на политику буду общаться. Но прикол в том, что я просто понял, что про таргет рассказывают, сука, все, понимаешь, там вот, и это неинтересно, люди засыпают. Рассказы про то, как воронки настраивают, тоже неинтересно. Копирайтинг, там, личный бренд, нахуй кому она надо. Я выбрал интересную для себя, прежде всего, тему психологии маркетинга. То есть психология, потому что мне изначально, с детства, интересна была психология. Дальше я захожу, смотрю, а кто такие темы читает? И для, большое для меня было удивление, что никто эту тему не раскрывает. Знаете, вот сколько спикеров есть, никто про это не рассказывает. Есть там пару спикеров про нейромаркетинг, но я же глубже копаю. Я рассказываю про, там, гештальпсихологию, как вот использую, там, про Юнг, про Фрейда, про Берна, про транзактный анализ, про архетипы. Про это никто не рассказывает. Именно поэтому меня и приглашают, потому что у меня интересная тема. Это раз, да? И поверьте мне, тут личный бренд не особо важен. Мне начали приглашать не потому, что у меня 100 тысяч подписчиков в Инстаграме, нет, просто потому что у меня тема интересная. Поверьте, это правда так. То есть вам не обязательно нужно вваливать миллион, три, как я там в Инстаграм, чтобы вот там меня начали приглашать вас, точнее, на конференции. Нет. Причем, как вы можете сделать? Вы выбираете себе тему, готовите презентацию, вот как я подготовился презентацию, да, вот там, и просто берете и выписываете конференции, лучше региональные, вот из вашего города, и пишите организаторам. Я так же писал, поверьте мне, я просто в наглую писал организаторам, предлагал себя. И меня вот так взяли на крупнейшую конференцию по маркетингу I'm Vic, вот может слышали, там была такая, 50 тысяч участников онлайн было, они в книгу рекордов Гиннес попали, знаете, как меня взяли? Я написал организатору в Фейсбуке, вот я вот пиздатый маркетолог, возьмите, у меня тема интересная. Он говорит, нет, все занято, к сожалению. Ну там реально, там было это лайнап, 200 спикеров было, то есть все, некуда бы осуществлять. И тут мне за неделю пишет этот организатор, говорит, слушай, место освободилось, заболел спикер, давай мы тебя возьмем. И меня вот так вот и взяли. И после этого, у меня, естественно, многие организаторы увидели, все, я как бы начали приглашать на другие конференции. Как я попал в этот, в синергию? Опять же, посоветовал знакомый меня как спикера, один раз выступил, все, попал в обойму. Также здесь в чате, Вов, если ты меня слышишь, Владимир, организатор региональной конференции, он меня берет почти в каждый город, в 35 городах уже с ним выступил. То есть, понимаете, вот эти все организаторы, они все вот рядом, просто раскройте глаза и начните как бы с ними коммуницировать. А контакты этих организаторов на сайтах есть, в сообществах, пожалуйста, пишите, предлагайте себя. Это не так сложно, как вам кажется. Как я попал на телек, на РЕН-ТВ? Просто знакомые работают на РЕН-ТВ. пригласила. Потом я увидел там знакомого, который тоже на РЕН-ТВ выступал, я у него спросил контакты тоже. То есть, вот просто коммуникация, коммуникейшн, да, включите, то есть нетворкинг. Это не так сложно. Это вам может оказаться, что типа, вот там берут избранных там на телек. Нет. Им для репортажа нужны каждый раз новые свежие крови, новые люди. Вот меня недавно спрашивали, хотели маркетолога на экспертный эфир. Я там посоветовал своих знакомых. Мог вас посоветовать. Понимаете? Это не так сложно, как вам кажется. Вот поэтому, надеюсь, объяснил. То есть, важна какая-то тема, которая актуальна для, и писать там, ну, готовые презентации писать прям подряд всем этим организаторам. Может, не сразу, но через какое-то время вас пригласят. Да, у кого-то вопрос или просто включил свой микрофон. Видимо, просто. Так, дальше. Что там еще? Как вообще эфир вам? Как мастер-класс? Напишите от 1 до 100. Полезно, не полезно? Может, я какую-то херню тут несу, вам не полезно там, может, вам не нравится. Охуенно. Спасибо, ребят. Мне очень приятно. Правда, приятно. Спасибо. Дальше. Главные инсайты, ошибки в работе с онлайн-школами. Уже сегодня про это касался. Давайте еще раз. Первая главная ошибка ваша, может быть, при работе с онлайн-школами это не просчитать точку безубыточности. Что это такое? Это просчитать при каком вливании денег в рекламу ваша онлайн-школа выходит хотя бы в ноль. Ну, ваша, либо клиентская, да. Как это посчитать? Нужно посчитать постоянные переменные сдержки, учесть средний чек, учесть конверсии и понять, что на каждый вложенный рубль предположим, вы зарабатываете условно два с половиной. При этом понять, что чтобы поддерживать работоспособность вашей онлайн-школы нужно минимум 250 тысяч в месяц. Это на фото, то есть на зарплаты, это на оплату сервисов, на налоги, там, не знаю, на офис, на менеджеров по продаже, вот на всю эту хурму 250 тысяч нужно, предположим. и соответственно, сколько вам нужно минимум, да, вот задачка по математике, сколько вам нужно минимум в рекламу вваливать, чтобы хотя бы в ноль выходить. При математике один к два, к два с половиной. То есть на каждый вложенный рубль два с половиной мы зарабатываем. Сколько нужно минимум рекламу вваливать? 250 тысяч это наше ежемесячное сранж денег, которым мы должны поддерживать, чтобы поддерживать школу платить. Сколько нам нужно в рекламу вваливать? Кто тут математик? Да, правильно, минимум 100 тысяч. Все, вот точка безубыточности это 100 тысяч в трафике. При этом учитывать нужно, что стоимость клика может меняться. То есть выше, ниже, в праздники сейчас, в январь она подрастет, потом меньше. То есть это все нужно учитывать. Поэтому первое, точку безубыточности считаем. Второе, считаем обратную воронку. Я на курсах своих даю это. Сейчас я покажу, как это все выглядит. Вот. Плановый расчет одного из проектов, которым я сейчас занимаюсь, как считается, обратная воронка. То есть, исходя из планового бюджета, считаем, сколько нам нужно оплат с тем средним чеком, который у нас есть. Конверсии на каждом этапе. Здесь у меня, получается, четыре конверсии. Конверсии заявки в продажу, из вебинара в заявку, из заявки на вебинар, дошедшего на вебинар, из клика на сайт заявка на вебинар. Средняя стоимость клика, плановый бюджет, как мы его распределяем, какая у нас маржинальность, какая у нас себестоимость, все это нужно считать. Прямо, чтобы все в цифрах было. И это план. И если вы все считаете, у вас все четко. Это первый момент, который нужно делать. Точнее, второй. Точка безубыточности, все маркетинг-параметры. Третье – это карта прогресса. Как выглядит карта прогресса? В карте прогресса нужно просчитывать все те действия, которые вы делаете в течение проекта. Сейчас я покажу, как она выглядит. Вот пример карты прогресса. То есть вот здесь, соответственно, слева расписываются этапы, которые у вас по договору. Всего, предположим, может быть, четыре этапа. Документы и материалы, пакет маркетинговых услуг, разработка сайта, разработка гайдлайнов, подписание договоров, предположим. как пример. В каждом этапе есть подэтапы. У каждого подэтапы есть свои задачи. У каждой своей задачи есть срок и ответственный. Вот это все нужно прописывать, чтобы у вас все четко было, чтобы не через жопу у вас все было, да, нормальный аккаунт-менеджмент велся. Вот это карта прогресса. Это то, что тоже нужно делать в каждой онлайн-школе. То есть не просто вот так взяли и запустили, да, что-то. А все планомерно. Все должно быть четко, в сроке и понятно, кто делает, с кого спрашивать. Вот. Что еще важно? Важно анализировать конкурентов. Мало кто это делает. Вроде бы очевидная вещь, но мало реально кто это делает, потому что мы все находимся в мыльном пузыре. Вот мы занимаемся чем-то и думаем, что вот у нас все четко, у нас все верно. И я это называю вынуть голову из песка или из задницы, да. Это значит осмотреться, вот так вот увидеть мир, да, вокруг себя и понять, что помимо тебя еще 100-500 таких же онлайн-школ, которые делают результат лучше, чем ты. И просто нужно с ними пообщаться, узнать, а что они делают лучше, а что они такого делают. Потому что, может быть, одно действие, которое они внедрили, изменит вообще всю вашу бизнес-модель, и вы начнете зарабатывать большие деньги, нормальные деньги, понимаете. То есть нужно вынуть голову из задницы или из песка, где у вас там голова, и начать общаться с теми людьми, которые в вашей нише. Очень важно вот всегда находиться не в поле там неудачников и этих, которые ноют все время, да, людей, которые больше у вас зарабатывают. Понять, а что они делают такого, что вы не делаете. И понять, что вы должны сделать там через три месяца, через год, через полгода, да, чтобы прийти к такому же результату. И еще какие, ну, ошибки уже, да, онлайн-школы. Я считаю, ошибка партнериться с онлайн-школами, да, то есть не надо партнериться с онлайн-школами, потому что это очень нестабильный бизнес. Это как биткоин, да, супер маржинальный, но неконтролируемый. То есть, ну, вот хрен ты просчитаешь, там, как она попрет, не попрет. Ты в любом случае время свое тратишь, тратишь, поэтому не лезьте вы в это партнерство, да, вот на первом этапе особенно получите свои деньги за работу спокойно. Как только вы поймете, что стабильный есть результат, что вот стабильный, вы реально на каждый вложенный рубль высовываете трит, только тогда вы можете перейти с модели фикса на модель процесса продаж, только тогда. И то она будет недолговечна. Как я уже сказал, годик, там, полтора максимум, потом вас кинут нахрен, да, там, пошлют. Поэтому лучше фикс, ну, можно с мотивированной частью, да, там, условно, если вы делаете миллион продаж, там, оборота, да, вам там отщипывают сто тысяч. Если два миллиона, там, еще сто тысяч. Но не как процент, да, потому что процент, все, это как бы уже другой уровень ответственности и другой уровень геморроя себе на голову. Что работает сейчас в трафике? Я заметил такую фишку, что в трафике сейчас меньше всего уже начинают работать вот эти вот зализанные, прилизанные рекламные баннеры креативы, где вы там крутой моушен делаете, там, графику. Сейчас больше лучше всего работают обычные, сука, вот видео, вот вы взяли на камеру, добавили субтитры, это лучше работает, нежели вот ваши там вот эти вот всплывающие, все там вылетающие, там, почему? Потому что люди заебались от рекламы. Каждый раз, когда они вот это видят, они пролистывают, потому что они понимают, что это реклама. А когда они видят живого человека, которым что-то говорит, они сначала не вдупляют, что это реклама. И больше доверия, вот поэтому больше нативности, больше искренности и меньше вот этого, да, вот этих всех там. Больше, короче, человечности давайте в рекламе. Что работает в контенте? Опять же, да, вот, если вы до сих пор ведете свой инстаграм, там, и делаете топ-10 ошибок таргетолога, либо как повысить охваты в инстаграме, блядь, удалитесь, нахуй с инстаграма, все, забудьте про инстаграм. Не делайте этого, пожалуйста. Вот, в инстаграме не хватает человечности, да, вот, чем больше вы будете показывать себя как человека, чем больше вы будете писать, даже если вы маркетолог. Вот я маркетолог, да, но вот заметьте, вот сколько у меня про маркетинг постов? Ну, процентов, может, 20 из 100. А про что я пишу? Про отношения, про политику, про негров, про гиев, про лесбиянок, про метрошу на ее вибратор. Понимаете, почему? Потому что людям, неинтересно читать про маркетинг, им интересно узнать, какая вы личность, кто вы-то такой, потому что люди работают с людьми прежде всего. Людям интересно узнать, какой вы человек, а не какой вы маркетолог. Понимаете, поэтому тут вот большой момент важный, чтобы вы через контент показывали вроде бы свою экспертность, но в то же время, чтобы людям было интересно следить за вами. И тут мы подходим к очень важной, интересной теме, это архетип. Возможно, вы уже видели, я вот выкладывал там топ-15 книг, которые я читал за 2020 год, и я вам всем сейчас, абсолютно всем, каждому рекомендую книгу «Герой и бунтарь». Эту книгу мало кто читал, а ее уже не публикуют, ее вот, по-моему, в 2005 году в Питере там напечатали, больше вроде бы и не печатали. Я вот PDF нашел, прочитал его «Герой и бунтарь» про использование архетипов в маркетинге. И вам важно понять, что личный бренд строится, прежде всего, вокруг архетипа. Их всего 12. Это «Славный парень», «Бунтарь», «Король», «Рыцарь», «Шут», «Исследователь», «Маг», и еще там какие-то, да, вот все не помню. Их всего 12. Вам важно понять, кто вы, любовник, да, там еще есть. Вам важно понять, кто вы есть. Вот, как вы думаете, какой у меня архетип в интернете? Да, давайте сейчас вот перечислю все архетипы. правитель, творец, простодушный, мудрец, искатель, герой, волшебник, бунтарь, славный малый, шут, любовник, заботливый. Ну, точно не заботливый. Правильно, бунтарь. Конечно, я бунтарь. Кто такой бунтарь? Это не тот, кто всех нахуй посылает. Это прежде всего человек, который делает что-то новое и не боится. Вот пример бренда, который использует архетип бунтарь, это Apple. Apple же не всех нахуй посылают. Apple, наоборот, они за что топят? За то, что что-то новое. То есть они рушат социальные рамки. То есть вот если сравнивать с Microsoft, Microsoft – это правитель. Apple – это бунтарь. Это как вот талантливый юноша, талантливый тинейджер, который вот что-то придумывает, креативит. Вот это бунтарь. Вам важно определиться, кто вы есть в интернете, потому что в интернете должен быть образ. Причем этот образ должен быть суперпонятным. Не размазанным, а понятным. Вот в этой книге там прям вот я сейчас открыл заметку. Просто для примера могу вам прочитать описание одного из архетипов. То есть там прям четко прописывается, как его использовать, какие черты характера нужно, как себя вести, как это позиционировать. Сейчас я прям пример приведу. Вот, например, архетип простодушный. Девиз этого архетипа свободно быть самим собой. Главное желание ощутить рай. Ну, все крутится вокруг мифов. Мифология, там, Библия. Цель быть счастливым. Страх делать что-то неправильно или плохое. Зачем последует наказание? Стратегия поступать правильно. Награда, вера и оптимизм. Уровни простодушного. Это уже по юнгу. Есть определенные уровни личности. То есть есть скрытый уровень, есть социальный и маска. Ну, это по юнгу. Кто читал, может знать. Вызов. Желание чистоты, совершенства и простоты. Первый уровень простодушного. Это детская простота, наивность, зависимость, послушность, доверчивость и идеализические настроения. Второй уровень. Обновление, положительный настрой, новые, открытие старого, переосмысление, искупление, вступление на землю обетованную. Третий уровень. Почти мистическое чувство согласия и единения, благодаря чему простодушие есть результат ценностей и внутренней целостности, а не внешнего опыта, бытие, а не делание. Тень. Отречение, сдерживание чувств. Тень, то есть это как бы, ну, как темная наша сторона личности. Да, отречение, сдерживание. Архетип простодушного служит хорошей основой для индивидуальности брендов, которые, и перечисляется, дают довольно простой ответ на проблему. Дальше, ассоциируется с добром, нравственностью, дальше, имеет функцию ассоциирующейся с чистотой. Все здесь прямо написано. Понимаете? И вот охуенность этой книги в том, что вот можете просто взять, почитать и прямо вот четко определить, а кто вы есть? Прям тыкнуть, вот это я, вот это при меня. Исследовать прямо вот этим вот правилам. Да, вот. Пожалуйста, вот вам такой вот лайфхак инсайд. Книга называется книга «Герои бунтарь. Построение бренда с помощью архетипов». Автор две женщины. Маргарет и Кэррол, по-моему. Вот. Дальше. Ну, в принципе, все. Последнее, что я хотел рассказать про наставничество, да, там вот я говорил, что за счет чего ребята делают у меня X3, X5. Вы можете мне не верить, но я на наставничестве не учу, как делать маркетинг. То есть ни разу у меня такого не было, слушай, я вот сел с чуваком и говорю, слушай, вот смотри, вот так нужно делать воронку, вот так нужно делать таргет. Ни с одним я это не обсуждал. А что я с ними обсуждаю, как вы думаете, больше всего? Психологию. Потому что психология это фундамент вашего заработка. Вы можете мне не верить, можете говорить, все это херня мотивационная. Типа, вот ты там на Тони Робинсо ездил там три года, вот тебе мозги там промыли, вот ты там теперь тоже это все пытаешься всунуть. Нет, ребят, самое важное в заработке это психология. Если у вас проблемы с башкой, там ограничивающие убеждения, тараканы, какие-то заебы, зажимы, там, не знаю, комплексы, которые с детства тянутся, страхи, переживания, вот это все мешает прежде всего вам зарабатывать, а не потому, что вы что-то не понимаете, как делать. То есть как настраивать рекламу, там, как, не знаю, там, продавать. Нет, проблема в голове, а не в том, что вы делаете. И именно с головой я и работаю. Потому что я, ну, как бы, уже неоднократно говорил, работал с многими спикерами, тренинги я посещал, да, многие там, три года по всему миру поездил. Плюс я сам прошел с позиции обычного маркетолога до позиции топ-маркетолога, да, то есть у меня и агентство было, там, я и фрилансом занимался, и с крупными компаниями работал, директором по маркетингу был. Все эти процессы я уже проходил. Поэтому, кому актуально поработать с головой, пожалуйста, вот в чате есть Диана, можете мне написать, можете Диане написать, да, вот менеджер там, вот Диана, и спросить по условиям. Для вас, для участников мастер-класса, спецусловия по цене, да, кто хочет ко мне на наставничество. Я не заставляю, это подойдет не всем, но тем, кто подходит, все получают результат. 35 человек уже у меня занималось, все довольны, отзывы, выклады, пожалуйста, пишите любому, спрашивайте, вот все довольны. Соответственно, первое, это психология, второе, это инструменты. То есть, помимо того, чтобы научиться копать, нужно понять еще, как копать и где копать, правильно? То есть, да, копать ты умеешь, но нужно подобрать лопату, правильно, нужно, то есть, твое копание сделать более эффективным. И поверьте мне, даже вот Александр, вот, который спрашивал, что типа, вот как зарабатывать 300 тысяч на таргете, ты можешь зарабатывать 300 тысяч, 500 тысяч, просто вот ты не видишь, то есть, не под тем углом смотришь. Поверь мне, ты можешь эти деньги зарабатывать. И третье, это система. То есть, то, что я делаю, да, это объясняю, как из вот этого вот случайного заработка, 100, 200, 300, сделать системный заработок, чтобы измесячно зарабатывать, там, нормальный, там, 300, 500 тысяч, 700 и миллион. Вот три блока, по которым я работаю с людьми. Психология, инструменты, система, да. Это три блока, которые важны, и которые и дают вам рост. X3, X5, X10. Еще очень интересный момент. Опять же, по пирамиде Маслоу. Да, вот есть у любого предпринимателя уровни, да, и в зависимости от того, на каком уровне вы находитесь, нужно качать определенные навыки. Вот, если вы до сих пор качаете навык маркетолога, то есть вы качаете свой практический навык, то вы не подниметесь выше. Потому что, чтобы подняться выше, нужно качать уже лидерские качества, продажи, самопрезентацию, психологию. То есть, там другие уже навыки важны. И чем больше вы остаетесь на одном уровне, качая навык, который связан с вашим прикладным действием, да, тем дольше вы не зарабатываете. Да, понятно? А как же те работники, которые приносят X5, X10, их же нужно нанимать? Не понял вопрос. Поясните. Мне задавали вопросы лично, там, ребята, да, которые оплачивали обратную связь. давайте, вот первый, это, скажу, Саша Испанец, который в Телеграм. Есть Саша Испанец? Ну да, это я. А, это ты? Да, да, да. Ну давай с тобой, вот ты спрашивал меня. Да я тебе просто объяснил всю ситуацию, чтобы тебе проще было понять. Ну и да, и в общем. Я могу пересказать, что ты написал, да, чтобы люди понимали. Ну можешь пересказать, можно, но нет. Я для тебя это писал, а не для них. Ну, можно или нет? Ну там выборочно что-то. Ну, короче, Саша занимается таргетом, зарабатывает примерно сотку, ведет три проекта, соответственно, два вопроса. Реально ли зарабатывает 300-400 и советы по набору команды? По поводу 300-400, я ответил, реально, абсолютно реально зарабатывает. Просто смотри, в чем фишка. Фишка в том, что когда ты ставишь ценник выше, это служит сигналом для другой клиентуры. Ну, условно, смотри, есть магазин Бершка, где майки стоят 300, рублей, есть Кейлин Клян, где майки стоят 3000 рублей, а есть Луи Вью Тон, где майки стоят 50 тысяч рублей. И разные категории людей ходят в эти магазины, потому что для них уже зашкварно, предположим, покупать себе что-то дешевле 50 тысяч рублей. При этом майка, блядь, понимаешь? То есть тут прикол в том, что как только ты ставишь другой ценник, это просто сигнализирует рынку, кто ты есть и с кем ты хочешь работать. А это не значит, что ты больше делаешь, лучше делаешь, нет, просто ты работаешь с другим сегментом. Но при этом ты должен в этом сегменте вариться. Вот, да, вот. Важный вопрос, что нужно там вариться, потому что ценник, ценник я себе и поднял, то есть 100, это как бы 100. ты должен понимать, какими критериями живет этот сегмент. Они должны тебе принять свою тусовку. Что это значит? То есть, смотри, ну это немножко эзотерика уже. У каждой системы есть своя каста. У каждой своей касты есть свои правила. Если ты не входишь в эти правила, то есть ты не вписываешься в правила вот этой системы, которая зарабатывает 300-500 тысяч, которая, точнее, готова платить 300-500 тысяч за услуги, то ты не будешь эти деньги зарабатывать, потому что тебя эта система выплюнет вниз. То есть ты должен понимать, какими принципами живет эта система, как они общаются, о чем они общаются, какие у них интересы, как они одеваются, где они тусят. И вот это важно. Как только ты попадаешь в эту структуру, в эту тусовку, так скажем, все, там дело за малым продать свои услуги, но важно попасть в эту тусовочку. Соответственно, вам лайфхак всем остальным, да? Если вы хотите зарабатывать на своих услугах, скажем, 500 тысяч рублей, первое, что вы должны сделать, это понять, кто эти люди, которые готовы платить за ваши услуги 500 тысяч рублей. Второе, где они тусуются и чем они живут. Как только вы это поймете, как только вы встроитесь в эту тусовку, все, дело за малым продать свои услуги за 500 тысяч этим людям. Понимаете? Пишут, пока не станем зарабатывать 500 тысяч рублей, не нужно никому... Ну, правильно, да, так и есть. Я не отказываюсь от своих слов. Так, по набору команды вроде все понятно, но как-то туго... Вот смотрите, вот самый большой... у кого страх, что если вы кого-то наймете, сделегируете, они сделают хуево, напишите плюсик. Ну, у меня не страх, у меня как бы этот опыт. То есть я нанимал и разозвязано падали. Ну, ты уже ответил, что нужно брать тестовые какие-то проекты и обучать на тестовых проектах. Да, это я с точки зрения бизнеса объясню. Сейчас с точки зрения психологии объясню. Вот у кого такой страх, это вот... Можете три плюсика поставить, если я сейчас угадаю. Было ли такое, что у вас в детстве, скорее всего, мама проверяла оценки в школе, говорила, надо учиться, там, Олеженька, да, значит, гиперответственность у вас там вырабатывала, значит, вы там боялись двойку получить. То есть, ну, у кого такое было, три плюсика, напишите в детстве, оно все оттуда идет. То есть, вот эта вот гиперответственность, вот этот вот, типа, вот этот перфекционизм сраный, да, вот он именно мешает вам нанимать людей. Потому что вы думаете, что лучше я сделаю сам, все сам, все сам, вот эта самость, она вам мешает мштабироваться. Потому что ваш бизнес, он стоит на месте именно потому, что в бизнесе только вы, да, и вы боитесь кому-то сделегировать, потому что вы думаете, что человек хуже вас сделает. Конечно, он хуже вас сделает, блядь, это же не вы. Вы же себя, конечно, он хуже сделает. В этом-то и прикол, что когда вы нанимаете человека, да, он хуже сделает, но, по крайней мере, он вам высвобождает время. и именно поэтому вы зарабатываете с бизнеса 500 тысяч рублей, а он зарабатывает 30 тысяч рублей. Все очень логично, очевидно. Он не может делать так же, как вы, зарабатывая в 10 раз меньше. Это было бы глупо. Поэтому все очень супер логично. Это нормально, что когда вы нанимаете человека, он делает хуже вас. Но иначе вы не будете расти, понимаете, иначе вы так останетесь с чуваком, который зарабатывает 200-300 в одну рылу и в фрилансе. Если вы хотите зарабатывать 5 миллионов, 10 и больше, ну, как бы, примите тот факт, что вам нужно нанимать людей. Вам нужно смириться с тем, что они будут делать хуже, чем вы. Это нормально. Понимаете? Это тоже психология, это тоже с детства все идет. Вот Вячеслав пишет, в моменте может быть хуже, но в перспективе лучше. Да. Вот есть, вот у Лебедева есть такой темы, называется диаграмма писающего мальчика. Да, вот так вот. Да, это когда, по сути, это развитие стартапа также происходит, да, развитие личного бренда. Это когда вот, например, вы там, вот у вас есть там одна точка, да, вот вы зарабатываете с одной точки цветов по продаже 100 тысяч. Как только вы начинаете масштабировать и открывать 10 точек, вы зарабатываете не миллион, то есть x10, да, по сути же логично, типа вот одна точка сотка, а 10 точек миллион. Нет. Сдержки, что же растут? Чем больше точек, тем больше сдержишься, вы зарабатываете уже не 100 тысяч и не миллион, а 300, при этом открыв 10 точек. Типа, блядь, странно, да, нахуя я 10 точек открывал? Нет, все логично. Вот здесь этот момент, который нужно, ну, как бы вот, вот эта вот, как бы вот эта вот ямка, да, сейчас, которую нужно перепрыгнуть, и после которой начнется гигантский рост. Ну, вот нужно ее, как бы, пройти вот эту тему, да. Вот ваша ямка, да, это как раз-таки первые сотрудники, которым вы будете делегировать, которые будут проебываться, срывать сроки, вы будете, блядь, беситься, ничего не зарабатывать, это нормально. Если вы хотите идти в большее деньги, это нормально. Вот, я ответил на вопрос? Получается, что 300 зарабатывать таргетологу, грубо говоря, только через то, что ты просто заходишь в эту тусовку и там становишься своим. Ну, то есть образно, это примерно то же самое, что личный бренд развиваешь. То есть, не качаешь личный бренд, как бы так и сзади, грубо говоря, там 150. Не то, что личный бренд, нет. Работают не с лучшими, работают с более удобными. Вот это тоже вам инсайт, который я тоже даю на личной работе. Работают не с лучшими, работают с удобными. Люди, которые ищут себе маркетолога-таргетолога, они не делают аналитический свот-анализ тысячи маркетологов в Москве, плюсы и минусы, они не вписывают эту таблицу. Они берут первую попавшуюся, которая вот, блядь, под боком. Есть ли бы, которую посоветовали? То есть они работают с удобными. Это первый. Второй момент, они работают с людьми, с которыми комфортно работать, а не с лучшими. Я об этом на конференциях тоже рассказываю. Когда, привожу пример, типа вот, вроде бы, когда вы хотите нанять личного тренера, вы должны нанять именитого тренера, да, там, с регалиями, да, там, с опытом. Нет, вы нанимаете такого тренера, с которым вам тупо комфортно общаться, как человек с человеком. То есть это может быть сто пятьсот раз именитый, блядь, тренер, но он абрегантный, блядь, и от него плохо пахнет. Вы же не будете с ним общаться и заниматься. Нет. То же самое здесь. Работать с удобными, будьте удобным до клиента, а не самым лучшим. Никому нахуй не нужны самые лучшие маркетологи. Нужны удобные люди, комфортные. Вот кто нужен в бизнесе. Поэтому тут вопрос даже не про личный бренд. Вот смотри, я лично, у меня может быть сто пятьсот раз охуенный личный бренд, но я мудак. Ну что, со мной будет работа, что ли, по-твоему? Ну я веду себя как мудак, я нахуй посылаю, я там, не знаю, блядь, переговоры не веду. Понимаешь, ну и что? Вот у меня личный бренд есть. Что у меня, продали клиентов, что ли? У меня есть клиент? Нет. Потому что я неудобно в работе. Понимаешь, вот понимаешь момент, да, какой интересный? Ну, итого. Получает, ну короче, в целом твой ответ я как бы, я понял по поводу тусовки. Самое простое, это берешь, оплачиваешь мастер-майн в какой-нибудь там, у какого-нибудь парабелума, входишь в этот, в мастер-майн тусовку, все, и там продаешь свои услуги. Так все делают. Там летишь на Бали, пожалуйста, там вот, и продаешь там услуги. Там вот они все, вот эти вот, владельцы онлайн-школы там 30 плюс миллионов в месяц. Они все там. Это самый простой и быстрый вариант туда попасть, к этим клиентам. Нет, ты можешь, конечно, как я, потратить там 10 лет и нарабатывать себе имя, чтобы тебе сами эти люди писали. Ну, а проще просто туда поехать и познакомиться. Так, второй человек написал, как продвигать языковую кампанию, когда мы работаем по системе, у каждого ученика свои запросы, для каждого ученика мы разрабатываем форматы программы. Есть тут девочка, по-моему, которая задавала этот вопрос в эфире. Вы тут? Или вы не тут? Вы тут есть? Вы тут нет? Так, ну, видимо, нет. Ну, отвечу в любом случае. Как продвигать языковую школу? Первое, с чего нужно начать, понять, кто ваша целевая аудитория. Кто это? Дети, там, которые хотят изучать язык для бизнеса, для путешествий. То есть, вот сегодня в чате писали Jobs to be done, то есть, изучить мотивы, поведение клиента. То есть, в каком случае необходима ваша услуга. То есть, понять, для чего язык нужен и кому. Дальше понять, где эти люди сидят. Если это женщины, то это Инстаграм, да. Если это мужики, это Ютуб и там, Телеграм. Если это там, ну, то есть, в любом случае, изучить вашу аудиторию, понять, где коснуться с этой аудиторией и как. Дальше, самое простое, это показывать результат. Продавайте результат. Зачем язык нужен, предположим, в бизнесе? Чтобы не обосраться на презентации, да, там, продукта, либо там поступить в зарубежный университет. Зачем нужен язык в путешествиях? Чтобы заказать себе такси, заказать билет, там, не знаю, пойти в музей. Зачем нужен английский язык в общении, да, чтобы познакомиться с девушкой, с парнем, да, из-за рубежа. То есть продавайте результат. Не надо продавать процесс. Не надо рассказывать, типа, вот у вас там супер 10 модулей, там, мы изучим грамад, да и нахер никому не надо. Всем важен результат. Результат какой от языка? Вот я назвал. У кого еще какие сегодня вопросы есть? Там, 10-15 минут могу выделить. Отвечу. Кто хочет задать вопрос? Кто не боится задать вопрос? Никого вопросов нету? Все понятно? Как по этапам строить разговор с клиентом? Например, пришел человек с рекламы, какие главные вопросы ему задать и на каких условиях? А, и как на них ответить? Это очень большой, обширный вопрос. Если вкратце, то важно понять его болевую точку, этого клиента. Что ему на самом деле важно? Как правило, люди, которые говорят, что им нужен сайт, им не сайт нужен. Как правило, люди, которые говорят, что им нужны заявки, им не заявки нужны. Вот докопаться до истины, понять в разговоре, что ему нужно, можно просто задавая общие вопросы. когда созваниваетесь, спрашиваете, расскажите про свой бизнес. Что такое открытый вопрос? Да, это не альтернативный, не закрытый, а открытый. Когда вы спрашиваете, и на этот вопрос нельзя ответить да-нет, односложно. То есть, нужно ответить развернуто. И клиент начинает рассказать, ну, вот у меня такой-то бизнес, вы спрашиваете, а какие у вас узкие места в бизнесе, а что получается, что нет. И дальше вы должны понять, а зачем ему этот бизнес нужен? То есть, какая у него-то цель? Да, то есть, какая его личная цель? И как только вы докопаетесь до его личной цели, вот за достижение своей личной цели, а не цели в бизнесе, он готов заплатить всегда больше и с большей вредностью согласиться. Ну, опять же, это психология. То есть, вы продаете мечту человеку, а не там сайт или таргет. Нужно ли нишевание, узкая специализация, например, таргетолог для онлайн-школ, либо работа разных нишек? Следующий вопрос. Да, дальше отвечаю по поводу продаж. Как только вы поняли болевую точку, нужно ее разворачивать. Да, после этого не нужно сразу продавать. нужно у клиента создать напряжение, интерес и бросить его в этом состоянии, чтобы он дальше вам сам писал. То есть, показать то, что помимо вас, точнее, помимо вот этого клиента, у вас еще 100-500 клиентов, и он у вас не последний. То есть, ну, как бы набить себе цену нужно. То есть, не надо сразу, типа, да, да, конечно, пожалуйста, вот там, я готов с вами работать. Поторгуйтесь, там, пообщайтесь, дайте понять, что вы пиздатый. Потому что клиент это считывает. Он понимает, что если вы у него последние деньги, там, первые, да, первые, последние деньги, вряд ли он будет с вами работать, да. А если он понимает, что помимо вас, у вас еще там 100-500 в очереди, там, клиентов, которые хотят с вами поработать, то, скорее всего, он вам и заплатит. Потому что люди хотят работать с профессионалами и с теми, кто в спросе, да, а не с залежавшимся на полке товаром, который никому не нужен. Это, опять же, психология, да. Поэтому создайте у него напряжение, создайте ему интерес, бросьте его в этом состоянии и ждите, пока он вам перезвонит. То есть, сделайте так, чтобы клиент сам привил к вам инициативу. Сам вам написал, сам вам перезвонил. Ну, как бы я так делаю, да, можете пользоваться моей техникой, можете не пользоваться. У меня это работает. И четкие условия, не надо идти на поводу. Вот четко определяете, я стою 250, не меньше, все, как бы неинтересно, ну, пожалуйста, неинтересно, вот там куча людей других, вот работа тоже. Это тоже хорошо влияет, потому что это показывает, что у вас есть характер, у вас есть понимание собственной пользы, цены. Так, дальше. Нужно ли нешивание? Нужно. Конечно, потому что, ну, вот вы когда в больницу приходите, вы же не пойдете к доктору, который и жопу лечит, и глаза, и уши, и, блядь, ампедицит вырезает, да, вы пойдете конкретно, если у вас болят глаза, как у листья, то если у вас ампедицит, к тому, кто ампедицит вырезает, правильно? То же самое здесь. Если у вас, если вам нужен таргетинг, вы пойдете конкретно к специалисту по таргету в идеале, который конкретно в вашей нише работает. Потому что есть специфика, как бы, ниш, есть специфика, как бы, ну, рекламы и так далее, маркетинга, поэтому, конечно, нужно не шиваться. Очень банально. Как показать свою экспертность с первых продаж? Уверенностью. Чем увереннее вы говорите, тем больше вы вызываете доверие у клиента потенциального. И больше апеллируете фактами, цифрами. Не какими-то там эфемерными идеями, мыслями, а конкретно фактами, цифрами. Вот было столько-то в проекте, сделал вот столько-то, да. Предприниматели любят цифры, факты, а не вот эти вот там непонятно что. В общем, заказываем мастер-майн эту парабеллу, мы едем на Бали. Ну, это не единственное, что я сегодня вам объяснял, но если только это вы поняли, то мне грустно, конечно. Вопрос по консалтингу. Что туда входит у тебя? Ты ставишь задачу команде, контролируешь ее, или же просто выдаешь задачу проекту, допустим, и он дальше работает с командой, а ты следишь вообще за реализацией. Насколько я поняла, собственнику в этот процесс вникать не нужен, для него просто существует отчетность. Верно? Тут два момента. Либо я работаю, то есть я создаю стратегию, план работы, исходя из задач предпринимателя, я реализовываю этот план, стратегию силами команды предпринимателя, либо же реализовываю силами команды своих подрядчиков, но при этом если какие-то вопросы к реализации, это вопросы не ко мне, а к подрядчикам. То есть я с себя ответственность снимаю полностью. Я отвечаю за менеджмент, за стратегию, за креатив в данном случае. То есть я разделяю зону ответственности. И, как правило, больше соглашаются на, потому что это и дешевле, больше соглашаются на, чтобы я силами команды это реализовывал, ну, которые у предпринимателя. Что у него вот есть там, скажем, пять людей в штате, вот, и я им даю задания, контролирую, вот, и они это все делают. То есть, по сути, как проект отвечают. Нужно ли упаковывать кейс? Конечно, нужно. Как донести ценности, если город не знает про маркетинг? Ехать в другой город. Вот. Зачем работать с тем, кому не нужен маркетинг? Не нужно работать с тем, кому не нужен маркетинг. Топливо-бизнес – это маркетинг. Ну, не только маркетинг. Топливо-бизнес – это предприниматель, прежде всего. Топливо-драйвер-бизнес – это предприниматель. Все от предпринимателя идет. От его состояния, от его настроя, от его мыслей, идеи. Драйвер-бизнес – это предприниматель. все два часа с вами общался дал вам кучу пользы, надеюсь давайте от одного до ста напишите, как вам было полезно, не полезно можете в чате, да, даже лучше за то, что я с вами два часа провел поделился с таким большим количеством информации, да, поделитесь в чате пожалуйста, напишите отзыв можете в инстаграме меня отметить с моим ником небо табу как вам понравился, не понравился в мастер-класс, напишите инсайты в telegram можно аудио, можно текстом и чем больше людей напишет инсайты в telegram, тем больше людей поделится, да, потому что может вы какой-то инсайт поняли, а человек написал свой инсайт и вы еще что-то для себя поняли, да, это правило двух яблок, когда у вас есть знания и у человека есть знания и вы этими знаниями обменялись, то у вас два яблока и у него два яблока, вот, поэтому поделитесь сейчас своими инсайтами, мыслями идеями в чате. Я все прослушаю. Можете в Инстаграме свои отзывы написать. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что вы сегодня все здесь собрались, слушали меня. Я старался дать вам максимально пользы. Естественно, я не все рассказал. Остальное за деньги, так скажем. В наставничество. Кто хочет, пожалуйста, записывайтесь. Хотите в 3-5-10 раз больше зарабатывать, пожалуйста, приходите. Пишите мне, либо там Диане. Для вас спеццена. В общем, всем, кому надо, пишите. Еще раз всем спасибо. Пока. Был рад всех вас видеть. С вами был Макс. Субтитры сделал DimaTorzok Диана. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok